здравствуйте дорогие друзья сегодня встреча семинар с алексеем орловым какая тема как захватить мир инструкция новый мировой порядок к нам поступили вопросы которые затронули очень тонкие острые темы развития управления религиозного политического и соответственно экономического характера задолго до наших дней а что же это за вопросы первый почему у якобы обобранных был не урожай годами где брали зерно если не урожая в дополнение к первым двум вопросам почему прекратились не урожая когда стражущих и нищих переселили в города и их земли перешли к другим откуда горожане стали брать деньги на хлеб зачем возделывать всю землю если хватает урожая из части земли и реплика из бытия 54 и наступили семь лет голода как сказал иосиф и был голод во всех землях а во всей земле египетской был хлеб егова помог иосифу во время голода по всей земле собрать зерно в египте это событие о которых я сейчас вам сказала были заданы вопросы при правлении фараона апопе второго египетской династии 18 веке до нашей эры зачем и для чего с какой целью почему иосифу помог его бог вот это мы будем разбирать и здесь вот немногие задумываются что проект новый мировой порядок начал закладываться многие тысячи лет назад а вот его воплощение одно из воплощение началось около четырех тысяч лет назад проявляясь в притчах ветхого завета все с той же целью завоевание этого мира и подчинение людей в качестве рабов для выполнения нужд и прихоти его хозяев и вот давайте хотя бы вкратце посмотрим как развивались события того времени вот этого проекта новый мировой порядок алексей тебе слово благодарю да на самом деле надо сразу предупредить наших радиослушателей о том что материал будет понятен не всем ибо мы живем в мире с разными уровнями мировосприятия от самого простого детского до высшего жиреческого но вот на детском уровне как люди воспринимают информацию все должно быть просто и понятно на физическом плане если что-то в мире есть значит это я могу увидеть потрогать понюхать съесть в конце концов но в общем ощутить потому земля должна быть плоская как некая площадка в аквариуме на стенах которого нарисовано небо с лампами светилами в виде солнца и луны к примеру космоса нет вселенной нет есть что-то на чем держится наш аквариум ну например там слоны которые стоят на черепахе которые плывет в океане а где находится таки а ну париться не стоит ну или океан конце концов это некое пространство условное которое в виде стола а раз это виде стола значит стол стоит какой-то лаборатории в каком-то помещении и кто-то очень большой проводит с нами эксперимент то есть другими словами в лабораторию поставлен аквариум есть некое что-то натянута над этим аквариум чтобы мы видели вот это вот звездное небо солнце луну и вот кто-то там большой смотрит через светило эти потому что они похожи на выход микроскопа например и наблюдает за нами но проводит какой-то эксперимент вопрос а где находится лаборатория в каком она здании на какой земле приводит таких вот людей в стопор они говорят ой да ладно не парься ну чё ты начинаешь туда а вот на других уровнях уже всего несколько намного интересней например на тайных происхождение мира подробно было рассказано на полных семинарах родование жить без страха управление судьбой взаимодействие миров и так далее а вот о том почему и для чего существуют разные уровни осознанности возможности у людей а также как взаимодействие с такими людьми познавая в первую очередь конечно себя и свое жизненное предназначение было подробно рассказано на семинарах славяно-русская вар новость вот такое предупреждение изначально и мне бы хотелось сказать и дополнить веру с чего все вдруг началось и почему вдруг такая тема но мне как-то прислали комментарии что ветхий завет нужно читать полностью они выдергают цитаты особенно про иосифа в общем получилось так что лучше бы и не предлагали еще раз мне изучить это дело хотя я давным давно изучал в общем еще больше нарыл так сказать так что будьте готовы к тому что некоторые вопросы привели меня к каким-то дополнительным размышлениям и теперь этих размышлений стало еще больше то есть тот кто меня хотел чем-то упрекнуть сподвинул меня к каким-то новым открытием хотя в принципе давно это все известно было итак начнем народ не имеющий национального самосознания есть навоз на котором произрастают другие народы это сказал пётр аркадьевич столыпин ну и раз мы люди честные то в этом случае нужно честно нам и признаться о том что так называемый новый мировой порядок сформированные последователями иудаизма казался вполне жизнеспособным под его прямым или косвенным управлением находятся все страны современного мира президенты правительства банковские структуры религиозные объединения политические движения и крупнейшие корпорации и неприятность вот здесь вот как раз заключается в том что большинство людей даже не подозревает о том что происходит на самом деле и чем все это скоро может закончиться для всей земли если так дальше будет развиваться вот это все дело то и богатых и нищих будет ожидать полное уничтожение ибо капитализм порождение нового мирового порядка это раковая опухоль на земле которая разрушая землю пожирает каждого человека включая тех кто возомнил себя хозяевами жизни на земле и самых самых простых людей если такими темпами все будет продолжаться то через несколько лет жизнь на земле будет невозможно любому человеку неважно богатый он бедный а раз так то с этим что-то нужно делать всем нам и прежде чем начать что-то делать нужно разобраться с источниками и причинами нового мирового порядка понять и предпринять совместные действия по исправлению ситуации но вот давайте начнем теперь разбирать предысторию еврейская мифология испытала влияние многих культур египетской шумеро-аккадской и особенно иранской части зооастрийской мифологии оттуда были взяты ну и последнее это гностическое такое вот мистическое пришло гностический мистицизм стадии формирования иудаизма несколько первое это библейский иудаизм 10-6 век до нашей эры дальше иудаизм второго храма это 6 век до нашей эры и первый век нашей эры включая и так называемый эллинский иудаизм после 323 года уже нашей эры дальше талмудический иудаизм когда все было устаканено уложено это 2-18 века нашего времени ну и так называемый современный иудаизм с 1750 года по настоящее время вот это мы рассмотрим особенно последнюю стадию но подойдем через стадии предыдущие потому что в вопросе-то звучал изучала реплика про иосифа что типа я не так читаю выдергиваю из контекста что-то а ведь там закладывались уже многие-многие уклады и устои да сам иосиф наверное не был родначальником вот этого всего нового мирового порядка но он действовал по принципам нового мирового порядка так давайте смотреть дальше ротшильды очень интересная такая семья клан целый но давайте посмотрим по справочной информации все начинается сам шеля мазеса баллера который владел ювелирной мастерской но кто-то говорит с купалом краденое давал в долг и на эмблеме его красовался золотой римский орел и был он помещен на красном щите по-немецки ротшильд ротшильд красный щит вот как раз и послужил основой для фамилия но дальше здесь были у нас различные его последователи вот например там майер амшель ротшильд уже снова фамилией который основал банк во франку терномане дело его продолжили пять сыновей перечитать их не буду можете прочитать справочники и уже к наполеоновской войне этот клан был очень очень богатый например натан майер уже в то время добился значительного преимущества в торге золотыми слитками и находясь лондоне с 813 по 815 год он способствовал финансированию великобритании он финансировал перевозку слитков золота для армии герцога виллингтона пересекавшие всю европу также как организовал оплату британских субсидий для континентальных союзников но чтобы стало понятно за каждого наемника выдавалась какая-то сумма денег за каждого раненого тоже что-то доплачивалось за каждого убитого тоже что-то доплачивалось то есть здесь еще и рекрутирование было и это все оплачивалось из казны и получается что он и спонсировал казну и в то же время получал оттуда что-то ну так вот много чего делал и организовывал перевозки этой охраны это наемники много-много чего там было и братья координировали дерновую активность ротшильдов по всему континенту и семья развила сеть из агентов поставщиков курьеров для транспортировки золота по всей воюющей европе семейная сеть также обеспечивала антана ротшильда политической финансовой информационной как сказать информационной экономической составляющей вот так вот можно сказать примеру ему часто поставлялась та информация которая давала преимущество во времени на финансовых рынках это все использовалось и делала ротшильдов еще более богатыми однажды семейная сеть позволила натану получить новость о победе веллингтона в битве при ватерло которая стоялась 18 июня 1815 года на целый день раньше официального послания правительства после получения послания о поражении наполеона что он сделал он сразу же поспешил на биржу и начал продавать облигации британского правительства напоминаю он был очень значим человек на британской бирже и его слово воспринималось ли действие воспринималось другими как совершенное что-то чему надо следовать и представляете себе вот этот богатейший человек представитель богатейшего семейства на тот момент начинает резко прям за бесценок продавать с акции которые у него были на руках ну конечно же не все он избавляется тех акций которые мог пожертвовать по очень низкой цене и все кидаются на это тоже самое делать повторяя его поступок и начинают быстро эти акции сбрасывать рынок облигаций стремительно рухнул но произошло следующее уже не просто всю тюрьму затеял как только рынок стал падать он резко не сам а через своих агентов стал скупать подешевевшие акции то есть он пожертвовал маленькую маленькую часть может быть там один процент акций но при этом все другие сто процентов держателей других акций и таких же как может быть у него стали также сбрасывать акции и он за бесценок практически потеряв только один процент стал резко приобретать сто процентов всех акций от которых другие стали сбавляться за бесценок естественно что через день пришло сообщение что ватерло оказывается закончилась поражением наполеона и все эти акции взлетели в цене тем самым он получил контроль над рынком всех акций и всех облигаций вот такой вот хороший дяденька умеющий жить как бы сейчас сказали современные наши люди что происходит дальше 1815 году ротшильд в одиночку выдал заем британским континентальным союзником суммарном размере и вот теперь слушайтесь в цифру слушайте просто вот 9 запятая и 8 десятых миллионов пунктов стерлингов что такое 9 и 8 миллионов в ценах на 1815 год задумайтесь фунтов стерлингов это не современные фунты стерлинги это не какие-то рисованные бумажки нет там все золото обеспечивалось далее в 1816 году император австрийской империи франц 2 пожаловал ротшильдом британский титул ротшильды стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства британская ветвь династии была принята во дворе королевы виктории вот таким вот образом наследники последователи того кто занимался скупкой и продажей кто торговал ценностями кто давал в долг в рост кто жил в бедном еврейском квартале изначально стали вхожи королевский дом вот так все просто дальше в 1818 году но он организовал заем в 5 миллионов фунтов стерлингов для прусского правительства и выступ выпустил облигации государственного займа то есть это долговое обязательство тем самым сформировав фундамент для своего банковского дела в сети лондона он приобрел такую финансовую мощь что в 1825 26 годах он смог снабдить банк англии достаточным количеством монет чтобы предотвратить кризис рыночной ликвидности вы можете себе представить что так называемый государственный банк получает от какого-то человека либо от какого-то частного банка нехватающие монеты чтобы избежать кризиса вот такая уже была в то время мощь у клана ротшильдов ну а что же было дальше а дальше была гражданская война сша севера юга так называемого в 1861 1865 годах и там тоже ротшильды приложили свою руку туда тоже поставлялось вооружение причем и к северянам и к южанам и вот таким образом была в полной мере сформулирована суть нового мирового порядка сам войну не вмешивайся но снабжая и ту и другую сторону деньгами кредитами вооружением формой и так далее и тому подобное вот этот новый мировой порядок был записан на одном листике бумаги его приняли все те кто входили в клан ротшильда и те кто рядом с этим кланом существовали кому доверяли ротшильды ноут у них такая вот создалась система управления всем миром то есть сам не вмешивайся войну пускай воюют гои пускай воюют кто-то там еще пускай сами друг друга убивают ты главное побольше кредитов давай ты главное побольше давай вооружение и той и другой стороны чтобы если появилось что-то мощное у этих они сначала побили тех значит и у тех должно потом появиться мощно чтобы они в ответочку дали что-то видите как это новый мировой порядок то действует кто-то скажет что сейчас его нет кто-то скажет что это заговор да нет посмотрите внимание внимательно кто финансирует какие-то войны на современном этапе ну я понимаю понимаю вы прошлое не залезть но хотя бы на современном этапе посмотрите кто финансирует войны кто дает кредиты через кого эти кредит кредиты идут кто стоит за теми кого назначают президентами кого назначают министрами кто принимает решение чьи подписи стоят и так далее кто за ними стоит кто тот самый хозяин который дергает за ниточки который говорит куда пустить кредит в какое время в каком количестве что приобрести что списать и так далее так что вот эта самая война севера и юга это было уже окончательно формирование нового мирового порядка однако без создания своей структуры уже общемировой было бы невозможно говорить о том что этот новый мировой порядок сейчас бы воплотился в полной мере и так в 1870-х годах семья жертвовала около 500 тысяч франков ежегодно от лица восточных евреев для всемирного еврейского союза барон эдмонд джеймс д ротшильд был главой первого поселения в палестине и решен лице он и выкупил у османского земловладельца части земли которые в настоящее время составляют израиль 1885 году натан май ротшильд второй впервые стал лордом а что такое стать лордом по британскому законодательству по британским понятиям задумайтесь да там он был просто вхож царствующим в дома царствующих особ а здесь он уже лорд здесь к нему уже могут приходить он уже может непосредственно в парламент там ходить система управления и так далее вот так вот ребятушки он был первым евреем который вошел в палату лордов с этого момента потомки натана полностью срослись с английской элитой считается что с 19 века ротшильда имеет самое крупное состояние в мире после 23 декабря 1913 года когда президент вильсон подписал закон о создании независимого федерального агентства для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системы соединенных штатов америки вот так вот друзья мои 23 декабря 1913 года появилась та система под которой сейчас находится все страны цивилизации все страны цивилизации в том числе и российская федерация и украина и белоруссия другими словами там где есть центробанк это говорит о том что эта страна находится в полной финансовой зависимости от фрс федерального резервной системы федерального резервного фонда соединенных штатов америки и эта система фрс независима она не является государственной то есть под ними сша сша не дает деньги в долг ну как и положим процент сша дальше эти деньги распределяет либо напрямую либо через какие-то там торговые дела либо через военные списывая свое устаревшее и давая что-то новое вот друзья вот такая вот точка здесь может быть у нас поставлен верьте что ты хочешь дополнить да я хочу сказать что можно подойти уже к иосифу как раз него то и началось вот это вот все то есть его жизни как он жил с его понимания как нужно продвигаться слушая своего хозяина то есть господа который подсказывал что нужно делать наверное уже пора подойти к иосифу и уже дальше понять как это все происходило и дальше что будет развиваться ну ты прям мои мысли читаешь основные уровни понимания в притче иосифа вот за что меня как раз упрекали сказали что я не полностью что-то понимаю что я кого-то там оскорбил да на самом деле я позволил себе шутку вас как там что иосиф не лег женщиной и может быть он там был заднеприводный нет этого конечно же не написано библии этот была шутка может быть неудачно в чем поэтому из кого-то оскорбил ты у меня уж извините но суть том что он женщиной не возлег и отказался от нее и я еще оговорился это была не жена фараона это была жена сановника фараона но в любом случае давай сейчас попытаемся разобраться какие же пласты в этой притче про иосифа ну хорошие какие пласты первое это взаимоотношение внутри семьи к чему приводит гордение предательство второй пласт это учение что следовать высшему проведению это правильно и хорошо и приводит всегда к хорошему третий никогда не унывай делай то что должен исполнять свое высшее предзначение будет то что должно быть ну и четвертый а вот четвертый уже это как заявлять мир как взять мир под свой контроль напомню иосиф не был родоначальником но вот это мирового порядка которым я уже сказал который ротшильды в полной мере проявили но он жил по этим укладом давайте теперь разбираться как все это происходило но давайте для начала напомним в какие это времена происходили происходило вера уже сказала что ученые утверждают что притча по иосифа и про его разворачивалась при фараоне апопе втором гикссовской династии кочевых скотоводов из азиатских племен из передней азии захвативших власть в нижнем египте в середине 18 века до новой эры для начала я хочу напомнить что тара и ветхий завет это одно и то же потому что мне в очередной раз то сказал ты алексей врешь тары ветки завет это не одно и то же но я уже делал видео где подробно об этом рассказывал подробно вот на первых частях тары ветхого завета ну что ж пришло время наверное нам еще разок затронуть это дело и поэтому смотрите я специально сделать такой вот слайдик где об этом говорится вот читаю вам что написано в ветхом завете что написано в торе с левой стороны глава 9 из торы ваешев 39 часть читаем первое иосифа доставили в египет и купил его потифар придворный фараона старший начальника над поварами египтян ну и дальше здесь интересное слово у ишме лим которые его доставили туда ну и читаем теперь бытие чтобы никто не сомневался обойти написано иосиф был отведен в египет но и купил его из рук измалитян привезший его туда египтянин потифар царедворец фараонов начальник телохранителей но вот смотрите как интересно на сегодняшний момент кто бы то мне сейчас чего не говорил а совпадение то в общем-то полное ну да слова может быть другие но суть от этого не меняется совпадение полное ну и дальше давайте посмотрим что что то еще то было дальше я уже буду читать ну и был господь с иосифом он был успешен в делах в доме своего египтянина и увидел господин его что он успешен и так далее и тому подобное и короче он что сделал когда он увидел что все хорошо то тогда снискал иосиф благоволение в очах его и служил ему и он поставила на домом своим и все что имел отдал на руки его из того времени как он поставил его на домом своим над всем что имел господь благословил дом египтянина ради иосифа и было благословение господи на всем что имел он в доме и в поле и оставил он все что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который ел. Иосиф же был красив станов и красив лицом. Ну вот такая интересная ситуация здесь. Дальше было покушение на честь Иосифа со стороны жены Патифара. Когда он пришел в дом, она его схватила за одежду. Ну и Иосиф вывернулся. Одежда осталась в руках жены. Дальше она крикнула, что посмотрите, еврей-то меня хотел изнасиловать. Одежду я с него сняла. После этого взяли Иосифа и бросили в темницу, где были заключены узники царя. Он попал в привилегированную темницу. Но и там тоже все интересно происходило. Господь был с Иосифом. Он проявил к нему милость и даровал ему благовение в очах начальника темницы. И повторилась та же самая история. Начальник темницы отдал в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы. И не смотрел незачем. Что было ни в руках. Потому что Господь был с Иосифом. И во всем он дал успех в руки Иосифа. Дальше есть притча. Следующая статья, там, сороковая, про Хлебодара и Виночерпия. Когда прогневили они фараона. Фараон их посадил в эту же темницу. А поскольку Иосиф следил за всем, то они, естественно, попались ему на глаза. И Хлебодару и Виночерпию снится сон. Виночерпий видит сон, что он подошел в поле, где были лозы. Увидел там три ветки. На этих трех ветках было много винограда. Он собирал. В общем, все было хорошо, замечательно. А Хлебодар увидел другой сон. Что у него три плетеные корзины. Там хлеба. Но вот птицы склевывают хлеб. Ну, так очень просто рассказываю. И они обратились к Иосифу. Сказали, не растолкуешь нам. Тот сказал, да без проблем. Значит так. Три ветки. Это три дня. Через три дня смилуется фараон. Он тебя, значит, к себе возьмет. И ты будешь продолжать также служить Виночерпием. У тебя все будет хорошо. А у тебя три корзины, склеванные хлебом. Это не милость. Это означает, что через три дня ты будешь повешен. И птицы будут тебя клевать. Прошло три дня. На самом деле, фараона праздник. Он Виночерпия забирает себе. А вот Хлебодара вешают. И на самом деле, вот все случилось как есть. Но Иосиф единственно попросил Виночерпия. Ты когда там к царю-то вернешься, ты обо мне не забудь, чтобы все было по совести, по чести. Но случилось так, что Виночерпий, как это и водится у богатых, забыл, когда все у него стало хорошо. Однако два года еще Иосиф находился в тюрьме. И тут вот снится фараону, что он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и пасли в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом, тощих плотью, стали подле трех тех самых коров, которые до этого были на берегу реки. И потом съели коровы худые видом, тощие плотью, семь коров, хороших видом, тучных. И снилось дальше ему. В другой раз. На одном стебле поднялось семь колосьев, тучных, хороших. Но вот после них выросло семь колосьев, тощих и сушеных восточным ветром. И пожрали тощие колосья, семь колосьев, тучных и полных. И задался вопросом наш фараон, что же это за сон такой, стал созывать жрецов. Но никто не мог нормально истолковать. И тогда Виночерпий вспомнил о Эбеосифе и сказал, что вот есть такой интересный человек, который в полной мере предсказал все, что с нами произошло. И тогда фараон приказал Иосифа позвать к себе. И Иосиф растолковал его сон. Но как же он растолковал? Семь коров хороших – это семь лет. И семь колосьев хороших – это тоже семь лет. И семь коров, тучных и худых – это тоже семь лет. И такие же семь колосьев, тучных – это тоже семь лет. Наступит семь лет великолепного изобилия во всей земле египетской. А после них настанут семь лет голода и забудется все то изобилие земли египетской и стащит голод землю. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинное слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его на землю египетскую. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собрать в семь лет изобилия пятую часть земли египетской и соберут в города хлеб под видение фараона в пищу и будет сия пища в запасной земли на семь лет голода. Что сказал Иосиф? Что вот этот вот сон дважды повторившийся это уже послание Бога, это обязательно произойдет. И тебе необходимо поставить очень мудрого человека, знающего человека, который под Богом ходит, который за этим всем следил, чтобы семь лет собирать пятую часть от всего урожая. Забирать без денег пятую часть от всего урожая. То есть труженики на полях пашут, на своих землях пашут, 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 пашут. Они хозяева своей земли. Это вольные люди. И пятую часть без денег фараон себе забирает. То есть пришли и сказали, так, пятую часть суда. Не десятину, десятую часть, а пятую часть с этого урожая, который будет получен в полях. Потому что было сообщение о том, что Алексей... Но это же правильно, когда он стал там за деньги раздавать вот этим вот... Чего же они там не трудились? Да трудились они. В поте лица трудились. И фараон бесплатно у них забрал пятую часть. Потому что, так сказал Иосиф. Вот это надо учесть. То есть неправдово написали, что они были лентяи и за это им воздалось. Они рабами стали. Нет, они трудились. И сказал тогда фараон слугам своим. Найдем ли мы такого, как он, ну то есть Иосиф, человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Отдаю тебе вообще все, только буду сидеть на престоле и этим буду выше тебя. Помните, повторялась та же самая история, что с тем, у кого он был сначала в рабах, он взял все хозяйство в свои руки и тот только получал хлеб. А в хозяйстве вообще не думал, что там Иосиф творил. Неважно. Дальше та же самая история была у нас в тюрьме, когда хозяин тюрьмы, ну, надсмотрщик главный, отдал в распоряжение всю тюрьму и не ведал вообще, чем там занимается Иосиф. То же самое произошло с фараоном. Друзья, вот такое, знаете, помутнение. Примерно такое же помутнение. Вы можете вспомнить в притче, когда приходили тоже к фараону еще до Иосифа разные люди со своими женами, которые были одновременно и сестрами двоюродными. И вот так вот под фараона подкладывали, а у фараона было затмение, и он как будто не видел, что это жена его. Но они-то на самом деле говорили, ты-то сестра моя, но не видел никто. И вот так вот, то есть помутнение вот это везде присутствует, где Господь включает свои чарки, где Господь включается в дело производства. Что там, что там, что здесь. Везде одинаковая схема. Затмевается разум, все отдается под управление пришельцу. И эти все в стороне, счастливы, довольны, как будто бы они и ничем не заниматься не должны. И пошел Иосиф по земле египетской. И собрал он всякий хлеб семи лет, и положил хлеб в городах. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морскому. Так что перестали и считать, и были не стало счета. Друзья мои, обратите внимание, перестал учитываться поступающий хлеб, то есть зерно. Хотя можно было бы сделать вот в этом городе, в этом хранилище, находится столько там мешков, столько там тонн, ну чего угодно. Не считать весь хлеб, а считать конкретно по городам, по хранилищам. Нет. Просто было сказано. Как песку морскому. Считать не обязательно. То есть уходим вот с такую вот позицию. Не надо считать. Все нормально, все хорошо. У вас шора на глазах. Вы этого не понимаете. А я вам говорю, все нормально, все хорошо. И вот таким образом Иосиф владел без счета всем хозяйством фараона. И всем тем запасом, который собрал на землях фараона от вольных людей. И прошли семь лет изобилия, и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях и во всех землях египетских. Но, однако, у египетской земли был хлеб. Народ начал выпиять к фараону о хлебе. Сказал фараон всем египтянам. Пойдите к Иосифу и делайте, что вам скажет. Не я сейчас вам напишу бумагу распоряжения. А просто туда идите. И вот что скажет, то и делай. Скажет плясать – пляшите. Скажет повеситься – вешаетесь. Скажет отдайте последнее – отдавайте. То есть все, что скажет, беспрекословно исполняйте. И отворил Иосиф все житницы. И стал продавать хлеб египтянам. Опаньки. Ну, вот объясните мне нормально. Если фараон заботится о народе, если он бесплатно принимал хлеб, то в этом случае, по идее, он должен своему народу этот хлеб давать безоплатно. Ну, по карточкам, в крайнем случае. Учтенные, чтобы был труд какой-то, что-то еще. Ну, как это делалось, например, в Ленинграде. По карточкам давали. Вот за трудодень получаешь карточку. Вот тебе карточка на неделю. Сиднее работаешь. Условно. Это ж твой народ-то. Почему ты должен продавать этот хлеб? Ну, представьте себе. У вас случается что-то. Например, там неурожай. Затопило вас. Пожар. Ваши поля сгорели. Ваше имущество сгорело. Прилетает. Приезжает МЧС. Выгружает все это. И говорит. Значит так. Стоимость бухан хлеба вот такая. Стоимость полотенца вот такая. Одеяло, подушки вот такая. Там спальник вот такая. И так далее. Там подобное. Вы где-нибудь такое вообще встречали? Ну, если государство, ну, хоть как-то, ну, даже если делает вид, что заботится о своих людях, оно бесплатно выдает нуждающимся то, в чем они нуждаются, чтобы не умерли они. Безоплатно. А здесь приходили к Иосифу. Отворил он житницы и стал продавать хлеб египтянам. Тем самым, которых оббирали. Оббирали в течение семи лет. Брали пятую часть. Но это еще не все. Из всех стран приходили в Египетис покупать хлеб и другие народы. Покупали не у фараона, а у Иосифа. Также пришли десять братьев купить хлеба. Они пришли, поклонились ему лицом до земли. И, кстати, там есть в начале притчи разговор, что снилось Иосифу, за что они не излюбили его, за что они продали его в рабство. Снилось, что снопы, то есть, в виде братьев, будут поклоняться его снопу, то есть, ему. И что небесное светило все, и на земле все будет преклоняться перед ним. И удивилась тогда мать, как же так-то, и мы тебе будем преклоняться, и мы тебе поклонимся. Да, будете. А куда деваться? Вот тогда. Вот за это его не взлюбили, и сначала его хотели убить. Потом, если вы помните, решили его продать, а одежду они изорвали, измазали кровью козленка какого-то, не принесли. Отцу сказали, вот, узнаешь одежду? Это одежда Иосифа. Вот мы нашли, скорее всего, зверь подрал. Только там один брат горевал по поводу того, что вот случилось. А все остальные нормально так продали в рабство за двадцать серебряников. И вот таким вот образом оказался в Египте. Ну, кто не помнит, просто напоминаю. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом и серебром и возвратить каждому мешок его и дать им запасов на дорогу. То есть, он положил туда все серебро, которое ему давали, и вернул обратно вместе с хлебом. И когда вскрылось это дело, один мешок там был раскрыт, увидели серебро в этом мешке. И отец их Израиль сказал, если так, то сделать его, что возьмите с собой плодов земных сей, то есть, с нашей земли, и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, а также стераксы, ну и ладан. Это вот ароматические бальзамы и смола, которые применяются в благослужениях. Фисташки возьмите и миндальных орехов. И туда все отнесите. Есть нечего. Ну и вот отец вот так вот говорит, возьмите плодов, там фисташек, возьмите миндальных орехов, возьмите бальзама, там меду. Ну, может быть, у них и были какие-то запасы. Ну, как-то вот когда голодающие, но они особо продуктами-то не разбрасываются, ну, не несут туда. А тут вот прямо вот, значит, видимо, что-то еще там было. Значит, видимо, что-то не так все было плохо у отца Иосифа Израиля. Возьмите другое серебро в руки ваши, а серебро обратно положенное. Разрешите обратно в мешки ваши, возвратите в руки этого человека. Может быть, это недосмотр. Ну, дальше в бытие 45-м происходит разговор с братьями. Он там делает небольшую подставу, когда подкладывает, в общем, требует, чтобы пришел младший брат. Те идут, его забирают. Там он им подкладывает опять свою чашу, потом посылает охранников, чтобы они эту чашу изъяли. И у кого эта чаша, то, значит, и должен, и тот вор, и его, значит, должны привезти. Там Санта-Барбара интересная. Все понимают, что что-то там происходит. Брат за брат начинает заступаться. Там слезы. И сам Иосиф плачет несколько раз за рассказ. То уходит, то возвращается. В конечном итоге он признается, что он их брат, они не верят. И он им говорит следующее. «Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Понятно, да? То есть Иосиф уже господин всей земли египетской. Он уже отец фараону. Вот что о себе сказал Иосиф. То есть, то проведение, так называемое, господнее со всеми этими выкрутасами братьев, из-за которых он попал в рабство, это всего лишь навсего последовательные действия высшего проведения. И он стал теперь хозяином, господином всего Египта. Вот это хороший указатель того, что нужно следовать высшему проведению. Хорошая на самом деле мысль. Никогда не пытайтесь мозгом что-то понять. «И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, навьющите скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшие земли египетские, и вы будете есть туг земли. Вы все заслуженные, все свои вот эти вот семьи, которые под отцом вашим, приводите сюда, и самые-самые лучшие земли получите. И для ваших жен все будет нормально, и детей возьмите, и жен, привезите отца вашего. Не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из всей земли египетской дам вам». То есть бросайте все, я вам озолочу. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли, и чресило его, кроме жен, конечно же, Иаковлевых, было 66 душ. Ну и плюс еще сынов Иосифа две души. Ну и получилось, что вот их в Египте оказалось 70. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, если фараон призовет вас и скажет, какое знание ваше, вы скажите, мы рабы твои скотоводами были от юности нашей до ныне, и отцы наши были скотоводами, ну и чтобы он вас поселил в земле Гасем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Ну, в общем-то, эта земля плодородная достаточно, где можно пасти большие стадо овец. Ну и фараон сказал Иосифу, «на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гасема, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». То есть вот тебе еще и скот весь мой, раз уж вы такие знатные скотоводы, то управляйте всем скотом. Мало того, что все житницы, все хранилища, так еще и весь скот под себя возьми. Ну и поселил, естественно, Иосиф отца своего и братьев своих в этой земле египетской, да, лучшей часть из земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. «И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Друзья мои, такой пир во время чумы. Голод еще продолжается. Люди там в очередях за хлебом стоят, продают последнюю, постоянно рубаху все снимают. А вот тут нормально, всем без сребра, без золота, просто вот берите, берите. Помните, я говорил, что не учитывалось, как песок морской, не учитывалось богатство это, не учитывалось зерно. Но, может быть, отсюда как раз вот эти усиленные пайки во время голода и выдавались братьям и отцу и женам их и детям, может быть, как раз вот эта неучтеночка сработала. Опять же, я не настаиваю. Это все лишь навсего мои какие-то скудные мыслишки. Но получается так, пока. «И не было хлеба по всей земле, изнурены были от голода земля египетская, земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, которое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона». Здесь не говорится о том, что все серебро внес в дом фараона. Он внес серебро, но все ли? Здесь не написано. Если бы было написано «все серебро отдавал туда», это бы еще как-то было нормально. Но он просто вносил серебро, но не все, все не написано. Все в Египте пришли к Иосифу и говорили «дай нам хлеба, зачем нам умирать перед тобой, потому что серебро вышло у нас». И Иосиф сказал «пригоняйте скот ваш, я буду давать вам за ваш скот». Бобумс, денег нет, но вы держитесь. Скот давайте. «И пригоняли к Иосифу скот свой и снабжал их хлебом в этот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему «не скроем от господина нашего, от господина нашего». То есть он напрямую уже был господин, не слугой фараона, а он был уже их господином. Что серебро истощилось из стада скота нашего, уже у господина нашего. «Ничего у нас не осталось, кроме тел наших и земель наших. Купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону, и ты дай нам семян». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил он, ибо жрецам от фараона положено был участок, и они пытались своим участком, который дал им фараон. Я как-то уже говорил, что религии, политические партии – это прикрытие власти перед народом. Поэтому жрецов, вот этих вот, которые находились под фараоном, не трогали, как и не трогают сейчас. Обратите внимание, все религиозные, официальные религиозные структуры не облагаются какими-либо налогами. Всегда были при них земли, на которых кто-то батрачил. Всегда были угодья, которые принадлежали монастырям, эпархиям, еще кому-то, еще кому-то. Вот эта привилегия была всегда. Задумайтесь, почему. Почему партии существуют, так называемые, карманные? Почему другие партии, какие-то от народа, не могут пробиться во власть? Потому что религия и политика – это прикрытие власти фараона, власти царя, власти руководителя для того, чтобы он мог спокойно жировать и ни о чем не думать. Чтобы в случае чего религиозные деятели сказали, все от Бога, власть от Бога, поэтому крепись, держись, мучайся, страдай, там тебе все воздастся. А политические партии сказали, да ладно, иди к нам, мы сейчас эту мерзоту скинем, мы сейчас все устроим, мы сейчас тут все. Да мы же за тебя рубаху последнюю порвем. Ты чего, иди к нам. Вот такая, друзья мои, история. Ну ладно, продолжим дальше. И сказал Иосиф народу, вот вам семена, засевайте землю, и когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам. Они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах Господа нашего и Господина нашего, и добуем рабами фараону. Друзья мои, то есть не десятина, а пятая часть, вот этот оброк, теперь уже полностью был возложен на всех в полной мере. Вот так вот, на ровном месте Иосиф стал руководителем всей страны, вот так вот на ровном месте всех закабалил, все стали рабами послушными. И они не задали вопрос, так мы же тебе тогда пятую часть отдавали, почему ты нас в рабов-то превратил, почему ты нам за деньги все продавал, за серебро, почему ты наш скот забрал, почему все имущество забрал. Они не задали этого вопроса. Почему не задали? Ну, может быть, как раз те самые священники, те самые жрецы фараоновы говорили, друзья мои, ну что вы, ну будьте счастливы, что живы остались. Итак, в Египет прибыл отец Иосифа, Яков, со своей семьей, и это переселение евреев в Египет произошло в середине XVIII века до Новой Иеры. И вот поселенные на богатой почве, окруженные всеми влияниями высокоразвитой культуры и пользуясь выгодными положениями племени, родственного первому министру и благодетелю страны, евреи начали быстро размножаться. Да, они породнились с высшей иерархией при фараоне. Вот это надо понимать. То есть, самим фараоном нет, а вот с высшей иерархией они породнились. Ну, в общем-то, как и сейчас все и происходит. Но вот в середине VI века до Новой Иеры из Фив вышло освободительное движение, уничтожившее эту самую династию гексосов. На престол фараонов воцарилась новая, уже XVII династия. Естественно, она не пожелала сохранить прежние привилегии, и вольности еврейского народа, и начала относиться к евреям подозрительно и враждебно. Ведь евреи значительно приумножились в числе и представляли большую политическую силу. По отношению к ним начались репрессии. Фараоны много строили, и чем знаменитей был фараон, тем блистательнее было его царствие. Тем больше, естественно, останал народ от непосильных работ. Обратите внимание, здесь не говорится о том, что страдал еврейский народ. Здесь говорится, что страдал весь народ. Но ученые, историки нам преподносят, что репрессии были по отношению только к евреям. И смотрите, как интересно. Власть, по сути дела, находилась у евреев. Лучшие земли у евреев. Количество евреев увеличилось во столько, что они уже чуть ли не превышали коренное население. То есть, по идее-то, можно было вот так вот власть взять в свои руки. Но этого не произошло. Политическое влияние было. Но после переворота это политическое влияние убрали. И что же дальше-то происходит? Партиями отвозили изнуренных рабочих каменоломни, заставляли высекать огромные глыбы гранита и с невероятными усилиями тащить их к месту построек, рыть и проводить новые каналы, делать кирпичи, месить глину и известь для возводимых построек, поднимать воду из Нила, канавы для орошения полей, под палочными ударами жестоких надзирателей. Ну вот смотрите. Во-первых, такое ощущение, что только при этих фараонах началось какое-то строительство, что при этих фараонах началось орошение полей. А до этого никто воду из Нила не поднимал. Удивительно, правда? То есть вот эта вот рабовладельческая система от одной династии досталась другой. То есть они перехватили власть, но они не были вроде бы освободительными. Получилось так. Они как с палками пришли, так палками всех и погоняли. И здесь говорится о чем? О том, что народ страдал, а нам говорят, евреи были ущемлены. Вот чувствую, да? Весь народ страдал. Все были рабами. Евреи были свободными. Весь народ был рабами. Вот их избивали. Но нам говорят, нет, только еврейский народ. То есть вот это вот выкрутаса в очередную сторону. Только вот это, только вот это, только вот это. Геноцид был только еврейского народа, а не 20 миллионов русских и еще многих других людей, которые воевали в Второй мировой войне. Геноцид только вот тут был. Только вот бедные евреи пострадали. Да, конечно, пострадали. Но другие-то тоже пострадали. Почему о других-то разговор не идет? Вот такая-то интересная ситуация. Так что получается на сегодняшний момент опять преувеличение, опять же вот это вот историческое представление о постройке пирамид, которые бедные высекали какими-то зубилами из каких-то там каменоломин и тащили за многие километры. Я вот посчитал как-то, сколько нужно времени, чтобы, учитывая те технологии, построить одну пирамиду. Друзья, несколько тысячелетий. Несколько тысячелетий каждодневного труда и днем и ночью для того, чтобы высечь вот эти здоровенные многотонные блоки, чтобы их доставить по песчаной пустыне за несколько десятков километров, чтобы их поднять, водрузить и так далее. То есть вся вот эта историческая правда, вся вот эта школьная программа рушится, если мы посмотрим внимательно на то, как нам ее преподносят, кто там главный виновник, кто там главный пострадавший и как все это делалось. Вера, ты хочешь что-то дополнить? Да, я вот хочу вопросы задать по ходу твоего рассказа. Смотри, вот там и был голод во всех землях, кроме Египта. Из всех, опять же, стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа. Ну, какие страны, если речь шла именно о Египте и завоевании через Иосифа и его действий именно земель египетских, которые находились на тот момент Нижнего Нила при фараоне Кроссопопе Втором. И вот интересно, какие страны, если Египет, фараон был во всей стране един. Он владел всеми землями. А здесь почему-то приходили люди из всех стран. Дело в том, что есть народы, которые себе все присваивают и все преувеличивают для того, чтобы показаться более значимыми. Но это факт. А раз так, то в этом случае надо это все воспринимать, как оно есть, и не вестись на эти домыслы. Вот, к примеру, когда мы читаем Новый Завет, там сказано о том, что и послал он своих учеников во все земли. ко всем народам, чтобы они рассказывали этой благой вести, чтобы они делились этим всем. Ну, естественно, что не берите с собой ни серебра, ни золота. Это отдельно. Но ведь изначально было сказано, к кому он пришел. Он был пришел только погибшим овцам дома Израилева. Для того, чтобы произвести эту духовную, душевную революцию. Чтобы дать Духа Святого, чтобы изменить представление об этом мире. Вот для этого он пришел только к двенадцати коленам дома Израиля. То есть, к двенадцати народам дома Израиля. Вот все народы дома Израиля. Двенадцать колен. И к этим двенадцати коленам, то есть, ко всем народам дома Израиля, к которым он был послан, он и посылал своих учеников, которые потом стали апостолами. А нам рассказывают ко всем народам. И к славянам, и не к славянам. Хотя там же сказано, что не ходите вы в города вот эти самарианские, не ходите вы к ариям, тем, кто живут по совести, к язычникам не ходите. То есть, к другим племенам. Язычник – это другой, представитель другого народа. То есть, еврейский народ есть, ветви еврейского народа – колено. А есть для них язычники. Как и для нас, другие народы тоже язычники. Другой язык, другой народ. Языч – это народ, говорящий на одном языке, имеющий одну кровь, имеющий определенную культуру одинаковую. Вот это все языче. Язык языче. А язычник – это чужой народ. Так вот, на путь к язычникам не ходите, в города их не входите, потому что безвинны они, безгрешны они. Это дополнение. И получается, что если не ходите к язычникам, то есть, другим народам, ну, вот голову просто включите, в конце концов. Это сам же Иисус говорит. А я уважаю Иисуса. Уважаю за то, что он был послан, чтобы как-то там что-то изменить. И я, если было его заповедь, что к другим народам, к язычникам не ходить, а ходить только к 12 коленам Дон-Израя, только к своему языче, то я уважаю его последовательно. И я говорю, молодец, здорово, но у нас есть свое. То же самое и здесь. Когда говорится про всю Землю, как и в потопе, вот в этом великом. Что, в один ковчег все, что ли, влезло? Да ковчег, посчитайте, сколько. Вот локоть. Вот локоть, да? Сколько-то локтей вверх, сколько-то локтей в длину. Да там метров 300 он в длину был. И сколько там метров 50, может быть, 30-50 максимум. Да, ну там посчитать можно. Где-то в этом диапазоне. И там же еще целый год же он плавал-то. Считайте. Где-то надо было корм хранить, помимо животных. Дальше. Он был закупорен со всех сторон. Вверху только маленький люк откупоривался, из которого потом он птиц выпускал. Из которого он там обследовал все. Остальное все было закупорено. И закупорено очень плотненько. Сам Бог, Господь закупорил. Так вот. Нужно было где-то корм хранить. Где-то пресную воду хранить. Это очень большие объемы на год. Посчитайте. Сколько ест человека, сколько ест бегемот, слон и так далее. Дальше. Они писают, они какают. И это куда-то надо девать. Значит, должны быть отстойники для канализации. Куда-то это все дело спускать. Дырочку не проделаешь. Затонет кораблик. Понимаете, да? Поэтому всех животных невозможно на этом ковчеге уместить. Значит, было множество ковчегов. Не только у еврейского народа. Но и у наших народов было, и у других племена. Мало того, в наших преданиях рассказывается о том, что кто-то перенес, в небеса поднялся на своих летательных кораблях. Кто-то перенес на вершины горные. И потопов таких было не один. А нам говорят, только один потоп. Только у одного народа. Только они всех спасли. Неправда это, друзья мои. Это неправда. Это преувеличение. То же самое и здесь. Вся земля, это имеется вся земля в виду, которая принадлежала как-то Египту и которая была связана с Египтом. Это вот хананейская там называется. Вот сам Египет. Откуда приходили? Вот. Вот где не урожай был. Но ведь за морем-то не говорится, что урожая не было. И земля-то наша достаточно большая. Именно здесь Господь навел проблемы. Дал возможность собрать урожай, запастись и потом проблемы, чтобы всех превратить в рабов. Вот, был взят этот конкретный участок. А как это было сделано? Ну, можем порассуждать в дальнейшем. Это вот ответ на первый вопрос. Да, и вот все следующее. Где были другие боги в других землях? Почему не сделали то же самое? Это вопрос был из чата. Но вот мне кажется, что другие боги. Если мы сейчас говорим только, опять же, о землях египетских, куда каким-то образом попали сыны еврейские и начали вот эту свою деятельность, то, наверное, другим землям и не нужно было это делать. У них другая ситуация на тот момент была. Что скажешь? Ты все верно отметила. Идет разговор про конкретный участок земли. Вот на нашей большой-большой территории. Вот конкретно взятые участки. Точно так же, как и про Эдемский сад. Это конкретно маленький участок. Это не вся земля. Вот там происходили события. Там все разворачивалось. Хотя другие люди существовали. Хотя с них брались вот эти вот самые внешний вид ДНК и прочие эксперименты проводились с их ДНК, чтобы Адама, Лилит и Еву каким-то образом создать. Ну, не говорится же, что вот все было везде. Да, как так это вскользь. Опненький там. Бог создал, а потом появился Господь Бог, Велохим. Другие боги появились. Господа уже. Которые вот это как раз Эдемские сделали-то себе. Островочек. И там производили эксперименты. И там как раз и Адам, и Лилит, и Еву, и так далее. И потом вот это воинство небесное Израилево, богоборческое появилось. Саваоф и прочее, прочее, прочее. Но об этом же не говорится. Об этом-то как-то так укрывается все. Говорится как будто на всей земле. По всей земле. Куда там Каин-то ушел? Где он там себе жену-то нашел? Ну, говорят, ну, у Евы же еще были дети. Эй, ребят, если бы так все было хорошо, обсказал. И родила Ева-то там же дочку такую-то. И потом Каин ее взял. Ну, это же очень подробно все расписывается. А тут додумками-додумками. Хотя в первой части все подробно рассказывается. То же самое здесь. Нету в упоминании в Ветхозаветном, то есть в Торе, славяна-русов, славяна-ариев. Нету. Есть боги другие, о которых говорится, не будет у вас других богов там и так далее. И рощи там надо вырубать, и святилища рушить. Об этом говорится. Значит, были другие боги. Значит, были другие верования, которые необходимо было Господу через своих слуг уничтожить. И поэтому вот эта конкретная территория оказалась под ударом Господа, как экспериментальный. То же самое, что было вот там с Эдемом. То же самое теперь и здесь, немножечко в расширенной территории. Здесь произошло порабощение через голод. А другие территории, они не трогались. Другие территории пока... Ай-яй-яй, Чичи, не лезь. Там у нас своя свадьба, у нас свои уклады. Мы наследники богов. Территория наша, земля наша. Поэтому к нам не лезь. Вот и все. А вот еще такой интересный момент. Нам сейчас надо будет перейти уже к исходу, что связано с Моисеем. И вот тоже такой неоднозначный вот этот исход и причины его. И не все так будет показано, как вот показано в бытие, что якобы еврейский народ был очень принуждаем к всяким действиям и плохо с ними обращались и так далее. Здесь была, наверное, другая причина для того, чтобы во-первых, мне кажется, и уже в Египте настолько они этим учением сами поработились. И для того, чтобы погонять их оттуда и выходить оттуда Моисею. Но мне кажется, тут уже шла речь о распространении вот этой вот религии уже дальше. Что скажешь и продолжай. Я с тобой согласен, что Египет – это был плацдарм для увеличения народа, о чем и говорил Господь своим праведникам, которые шли по его указу. Он же говорил, что ваше семя преувеличится в народе так без счета, как там песок морской и прочее, прочее. Сколько звезд на небе нет, так преувеличитесь. Но сначала это был же очень-очень маленький народ, очень маленький. И гонимые, которые занимались только скотоводством, у них не было какого-то там культуры орошения, культуры чего-то создания. Они все время на кого-то нападали, что-то отнимали, потом уходили, обманом жили, города какие-то покоряли таким же обманом, выдавали своих женщин за других, потом претензии предъявляли. Да много чего там они делают, там прям целую эту историю можно почитать. История в чистом виде, история. Как это все происходило, как они взаимодействовали с другими народами, как их обманывали, не только с фараонов же. И наступил момент, когда нужно было размножество. И размножество можно было как раз в этом месте, где и земля есть плодородная, и климат хороший, где особо ничего делать не надо, а овцы сами пасутся, сами рождаются, и воды достаточно. Но нужно было дать возможность размножаться еще и без каких-то давлений со стороны властей и народа. Поэтому было сделано все возможное, чтобы не было каких-то претензий к этому народу, чтобы он мог спокойно развиваться, приумножаться и так далее. И фараоны новой династии сказали, преувеличились, безмерно преувеличились. Вот смотрите, например, если мы начинаем читать исход, то что здесь сказано. «И сказал фараон народу своему, народ санов Израилев многочисленно сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Но вот здесь у меня вопрос. Друзья мои, если этого народа очень много, если есть возможность соединиться с другим народом, вооружиться и побить тех, которые являются поработителями, вопрос – зачем же тогда из земли-то уходить? Ну вот в голове-то укладывается вообще, как поставлено, он нас побьет вместе с другим, вооружився, потому что его больше нас, потому что хитрее и так далее, и потом уйдет из земли. Я что-то не понимаю, зачем тогда из земли-то уходить? Ну уничтожил он вас и владеет всем вашим, и вот этими самыми храмами, храмами, пирамидами и так далее, что не нужно снесет, что нужно перестроить, под себя все сделает, и все будет хорошо. Зачем уходить? Вот эти нестыковки в этих повествованиях меня порой удивляют. И поставили над евреями начальников, и построили фараону Пифом и Рамсес – города для запасов. Но чем больше изнуряли этот народ еврейский, тем более он умножался и тем более возрастал. Я вот удивляюсь. Ну здесь-то как вообще складывается? Чем хуже живется, тем больше мы работаем, чем больше голодаем, чем больше нас бьют, страдаем мы, тем больше размножаемся, что ли? Нет, я понимаю, что трудности нужны, что современная цивилизация уничтожает нас через нерождение. Что когда у тебя есть вместо ребенка собачка, вместо собачки тамагочь и так далее. И когда тебе еще и все предоставляют, все самое необходимое, пусть даже и отравленные, и одежды изобили и прочее, и твои перенаправили взгляды, что машина, квартира первично, а дети потом. Я понимаю, вот такие вот варианты уничтожают нас. Потом там родить уже не можем из-за пищи, нельзя это производить слово, из каких-то там жиш, которые нам вливают. Но это понятно. Это там геноцид открыт. Мы уменьшаемся. Но здесь-то другая сторона. Здесь тебя уничтожают, тебя убивают, а ты все растешь, растешь, растешь. Ну, удивительное явление. Ну, может быть, на самом деле там, опять же, Господь как-то их не вмешался. Алексей, а мне знаешь, что кажется, что здесь вот именно уже с тех времен Библии и Старого Завета говорится о том, что принижение еврейского народа, вызывание к нему жалости и вот это. На самом деле, ну какая там жалость, если в то время у них были и земли, и все остальное. И от них особо ничего не требовали. И вот дальше, как Моисей покажет, у них там и золото, и все вообще было. И вот очень интересно будет. И мне кажется, это вот, чтобы людям ум их затуманить, чтобы они перестали думать, а больше вот на жалость все довели. Вот они бедные, бедные их вот и так, и так вот. И с тех, и с этих времен, и везде. И они вот бедные, несчастные, а на самом деле у нас совсем по-другому. Ну да, здесь потом рассказывается, опять же, в исходе там тринадцатый стих, четырнадцатый о том, что жестоко принуждали работать, издевались, тяжкой работой, и там опять же и про глину, и про пылевую работу. И в общем тяжко, тяжко, тяжко было. То есть запомнили ключевую фразу – тяжко было. И тогда фараон всему народу своему повелел. Нет, сначала скажу. Он еще обратился к тем, кто принимали роды, к женщинам, которые принимали роды у евреек. И он сказал им, значит так, девица-красавица, повитухи, вы когда будете роды принимать? Если девочка рождается, вы ее оставляете в живых. А если мальчик рождается, вы его убиваете. Вот такой приказ фараон дал повитухам, которые занимались родоспоможением у еврейских женщин. Но женщины – такие существа, что они не могут напрямую иногда исполнять такие античеловеческие заявы и приказы. Поэтому они поступали по-человечески. Они оставляли жить всех. И фараон на них обозлился, но Господь их поддержал. И что тогда фараон придумал? Тогда фараон повелел всему своему народу, всякого нарожденного у евреев сына, бросать в реку, а всякую дочь оставлять с живых. И вот тут начинается следующая ситуация. Здесь уже появляется притча о Моисее. Мать Моисея сама отнесла сына в реку. Не надсмотрщики у нее отняли и выбросили в реку, а мать. И так интересно случилось, что в этот момент дочка фараона решила омыться в реке. И в этот момент корзинку с Моисеем мама Моисея отпустила в реку. И естественно, на эту корзинку наткнулась совершенно случайно, это рояль в кустах оказался, наткнулась дочка фараона, которая принимала ванны в этой самой реке. Омывалась. И тогда она решила усыновить этого ребеночка. Ребеночке ей понравился, занятненький, хорошенький, симпатичненький, она его решила усыновить. И она взяла этого ребенка, но кормить-то было нечем, он новорожденный. Что они сделали? Они нашли ближайшую хижину, то есть вычислили, грубо говоря, служанки вот этой самой дочери фараона, вычислили, где рожница находится, туда принесли этого ребенка, сказали, значит так, считаем, что это мой сын усыновленный, но ты его кормилица. Получается, никаких запретов мы не нарушаем фараоновых. Ты выбросил ребенка, мы его взяли, мы его усыновили, теперь я его мать, а ты будешь просто кормилицей. И таким образом Моисей рос в двух культурах. Первая культура – это фараонова, это шикарная жизнь, это все здорово, замечательно, все привилегии. А вторая – это скудная лачуга его настоящих родителей. И, естественно, вместе с молоком матери Моисей впитал себя с молодых ногтей все уклады жизни иудейского народа. Вот такая вот история. Но давайте смотреть, что же там происходило. Согласно традиционной точке зрения, научной точке зрения, можно так еще сказать, египетская рабство продолжалось 210 лет. То есть, больше 400 лет евреи находились в Египте – 400 лет. И 200 последних лет было их угнетение. Однако, выживший младенец Моисей был воспитан при царском дворе и в качестве усыновленного сына дочери фараона, старшей сестры будущего фараона Тутмуса III – это где-то получается у нас 15 век до новой эры – Моисей был посвящен египетскими жрецами во всю мудрость египетскую. Он был посвящен жрецами в жреческое сословие, в жреческие мудрости. Он знал культуру египетскую, он знал науку египетскую, он знал все наследие. У него не было закрытой библиотеки, не было закрытой входа куда-то. Царская семья, владелец царской семьи. И плюс еще он был жрецом, египетским жрецом, чтобы так стало понятно, о чем идет речь. Потом из-за убийства надсмотрщика как-то он шел, гулял, ну, или шел к своим родителям и увидел, как надсмотрщик бьет иудея за то, что тот что-то сделал не то. И он так разбушевался, а он был парень крепкий, нехилый, что двинул надсмотрщику, видимо, так сильно, что тот с копыта и дух вон. Ну, что он сделал? Он закопал его в песок, но весть об этом, что Моисей убил египтянина, разошлась по всему уже Египту, дошла до царского верха и пришлось Моисею бежать. Куда он бежал? Моисей бежит на Синай, и там он прячется и 40 лет работает пастухом. И вот после этого, когда он уже прожил в этом отшельничестве, в нем уже все это уложилось, жреческий путь и так далее, ну, уже возраст достаточно большой, получается, уже за 60 было, да, так примерно, то он получает откровение, которое приходит ему от куста Анеаполимы Купины и получает посох уже, и начинаются интересные в его жизни изменения. Он приходит к фараону и говорит, слушай, братан, все, конечно, здорово, хорошо, но ты тут берега попутал, ты народ-то мой, отпусти, хорош над ним издеваться-то. Но фараон говорит, кто ты такой вообще и так далее. И тут он начинает демонстрировать, вместе с своим братом Аароном, начинает демонстрировать чудеса. Этот посох превращается в змею, то обратно, никто не может с этим ничего сделать. Ну, и дальше начинается еще продолжение чудес. Помним, да, когда бедствия различные происходят, 10 вот этих кар египетских, в конце концов, удается вывести вот это самое свое население, свои народы от фараона из Египта. Но через неделю армия фараона настигает евреев у моря, где совершается еще одно чудо. Воды моря расступаются перед израильтянами и смыкаются над войсками фараона. Спустя 7 недель у подошвы горы Синай при грозных явлениях природы, грозные явления природы, что-то там бушует такое, да, об этом еще поговорим дальше. Был заключен окончательный договор между Господом и евреями, как избранным им народом в виде знаменитых десяти заповедей, высеченных Моисеем на двух скрижах Их Завета после сорокодневного уединения на горе Синай. То есть не Бог написал эти заповеди, не Бог ему эти скрижали даровал, а он сорок дней находился в медитации, в труде, я не знаю, камень это вычищал, выравнивал, что-то с ним делал, высекал эти надписи. Ну, камешки-то небольшие такие получились, и вот на них что-то высекут эти вот десять надписей, десять заповедей. И вот здесь вот происходят два очень важных события в жизни вообще всего иудейского народа. Первое событие – это создание золотого тельца. Вот что в Исходе, 32-я часть написано. «И сказал им Аарон, когда Моисей был на горе. Давно его не было, и народ стал роптать. Типа нет давно нашего покровителя, нашего хозяина, нашего сподвижника, ну и так далее, путеводителя, значит, нужно нам другого какого-то создать, там, Бога, представление о нем». И вот тогда Аарон сказал. «Быньте золотые серги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». Сделал Аарон из них литого тельца, подправил его немножко, и сказали они «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть то, что Моисей их там водил, водил там несколько дней и довел до вот этой самой замечательной горы, где там происходило много всяких интересных явлений, это как бы не в счет. Вот новый телес – это новый их Бог Израиля. И вот такие вот нестыковки в мозгах тех, кого он водил за собой, кого как бы он спасал, постоянно, они постоянно ропщат, чем-то недовольны, пытаются там повернуть в сторону, предать этого Бога, договор и так далее и тому подобное. Я не знаю, свойственны ли это иудейскому народу, либо это просто слабости человеческие, я не знаю. Но суть в том, что они постоянно себя проявляют как какие-то ропщущие, чем-то недовольные, требующие. И тут променяли своего вожака на какого-то там тельца из золота. Ну, поразительно вообще. И когда же он Моисею... Да, Моисею Господь сказал, слушай, там у тебя беспорядок начинается, спусти срочно, там ребята с ума сходят. И вот когда Моисей приблизился к Стану, спустился с горы и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Он разбил скрижали, на которых были записаны эти самые десять заповедей от гнева своего. То есть, божественный дар он взял и так и разбил. Не знаю, что там. Ну, ты же посланник Богу, это дар всем. Ну, зачем разбивать-то? Взял он тельца. Дальше вот внимательно слушайте, внимательно слушайте, что в 20 стихе написано. Взял он тельца и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилева. Вы представляете себе, вот этого тельца здоровенного, он просто-напросто сжег и в прах превратил. Золотого тельца. Золотого. Чем он его в прах-то? Золото, как можно превратить в прах? Золото плавишь, оно растекается, потом застывает, опять слиток. Как в прах можно превратить? Как распылить по воде? Как дать дальше пить? Вот этого не дается пояснение. Получается, что здесь то ли чудеса какие-то мистические, то ли он применял что-то такое, что современному человеку непонятно. Ну, тем более тем, кто за ним шел. То есть еще одно чудо проявил. Золотого тельца в прах превратить. А можно мне тут кое-что сказать? Давай. Вот смотри, люди жили себе, жили. Вот к тому, что они начали ротать и были недовольны. Все у них было. И земли, и богатство, и размножались они, и кушать было что, и все у них было хорошо. И вдруг их всех собрали и погнали неизвестно куда. Совсем то, что у них там было. И может быть еще что-то прихватили. Об этом тоже, кстати, говорилось. Но это же для чего-то нужно было. Для чего-то Моисею туда вывел. Для того, чтобы, наверное, как раз и вот это учение дальше распространять. Чтобы их стало, вернее, как можно больше. Ну, потому что Египет стал малова для такого количества народа. И они должны выполнять волю Господа дальше идти. А те они взороптали, как обычные люди, которые живут, только едят, пьют, совокупляются, каким-то образом обороняются. И дух у них не особо сильный. Вот что скажешь. Ну, что здесь сказать. И, как я уже ранее отмечал, было несколько стадий становления и появления, становления и развития. Начиная с Эдемского сада, потом дальше пустынные все дела, вот эти вот легкие маленькие стычки завоевания, проявление своей беспринципности, проявление своей лживости, проявление там страха и так далее и тому подобное. Взаимодействие с Господом то в виде там ангела, то в виде еще чего-то, еще кого-то. Там много же было взаимодействий. По получению нового звания там Израиль, то есть богоборец. Ты боролся с Богом, значит, другими богами будешь бороться. И так далее. И, естественно, надо было перемещаться по земле. Эдем маловато. Надо было, значит, в пустыне, чтобы они потрудились, как биороботы, проверили, насколько они жизнеспособны, насколько они исполняют волю. Потом еще пожить где-то, повоевать с другими. Потом в Египте размножится. Потом, значит, нужно было вывезти в пустыню. Для чего в пустыню-то выводить? Для того, чтобы они там хорошо жили, что ли? Да нет. Нужно было уйти от этой сладостной, благостной, жизни и убрать то поколение. 40 лет же. Что там? Синайская пустыня же маленькая совсем. Ее можно за несколько дней всю насквозь пройти. 40 лет. 40 лет по этому маленькому кусочку земли туда-сюда он водил. Его причем послушники, его разведчики находились в других народах. В том числе и в земле, так сказать, обетованной, куда они должны были прийти. И к Мертвому морю, да, к Иордану. И они говорили, не-не, пока еще рано, пока рано. То есть и условия нахождения там были не готовы. И народ еще остался тот, который помнил те сладкие времена. И то, когда там, может быть, кого-то угнетали и так далее. Нужно было это переварить. Вот почему в этой маленькой пустыне многие тысячи, а мы выясним, сколько их было, сидели и особо-то не вякали. Вот почему так долго все это продолжалось. И вот теперь мы подходим к следующему. Второе важное событие, которое там произошло. 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господен ко мне? И собрались к нему все сыны Ливиины. И сказал он им, так говорит Бог Господь Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали не сыны Ливиины, по слову Моисея. И пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Друзья, ну это же первый холокост. Это первый холокост, который был устроен Моисеем по воле Господа. Те, кто был хоть с чем-то не согласен, три тысячи человек за несколько часов туда-сюда прошлись и все, нету. Режьте братья, сестры, знакомые, незнакомые, друзья, не друзья. Так что история учит тому, что она ничему не учит. И учит тому, что она постоянно повторяется для тех, кто ничему не учится. И вот теперь надо дальше пойти. А следующее у нас – это чудеса да и только. Посох или жезл Моисея. По желанию владельца, то есть Моисея, жезл мог превращаться то в змея, то обратно в посох. По мановению жезла Моисей производил гром и град, но это все в исходе описано. И обращал воду в кровь. Это тоже в исходе написано. Так же он мог высекать из камня воду. Вот первая версия происхождения этого самого посоха относится к книге «Исход». Моисей получил жезл от Бога, ибо о жезле говорится, что он Божий. Это исход, четвертая часть, двадцатый стих. Вторая версия принадлежит иудейскому преданию, по которой Моисей получил жезл Якова из рук тестя Иофора, князя и жреца Медиамского племени Кинеев. Это суд, первая часть, шестнадцатый стих. Иосиф будто бы ранее был египетским жрецом и принес этот жезл из Египта. Это упоминание Пиркей, а вот пятая часть, девятый стих. По третьей версии Моисей сделал свой жезл сам, и этот жезл был обыкновенным пастушьим посохом, который следует погонять овец. На самом деле, если вы посмотрите, вот как этот жезл выглядит, еще раз посмотрите, у него наверху находится змея, ну или змей. Как некоторые говорят, это напоминание о том, что вот как раз змей совратил Еву, не яблоко он ей дал, а плод с древа познания. В вечной жизни древо они могли есть плоды сколько угодно, а вот с древа познания не имели права. Потому что рабы не должны знать себя, рабы должны исполнять. И за это были прокляты, и за это были выгнаны из Эдема. Ну, как нам и говорят, на самом деле мы видим, что история мирового порядка более интересна, чем упрощенная вот эта вот библейская, как нам рассказывают. Так вот, вот этот тот змей там находился. Но вы, если вы посмотрите еще в интернете, поищите таких жезлов несколько, которые приписывают Моисею. И находятся они не только у христиан, но и в мусульманских странах. Там есть просто трость, там есть трость, выразенная со змеем также, есть там еще какие-то интересные жезлы. Так что поищите, посмотрите, будете удивлены. И вот мы прибираемся к десяти казням египетским. За что он, вот этот самый Моисей или Господь, наводил казни, какие они были, и из-за чего, в принципе, фараон-то и согласился отпустить евреев. Хотя, почему он не хотел их отпускать? Ну, они же враги, да? Порежь их сразу, оставь только тех, которые могут трудиться. Да и все, и дело с концом. Нет, там все хитро было. И вот этот Моисей, значит, приходил и говорит. Слушай, я тебя накажу, если ты, Господь тебя накажет, если ты сделаешь что-то плохое, да, если ты нас не отпустишь. И вот какая была первая казнь. О наказании кровью. Когда поднял Арон, жезл ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Вторая проблема – это нашествие жаб. И когда Господь сказал, скажи Арону, опять Арон, пусть, значит, он жезлом там опять поколдует, ну и, в общем-то, жабы вылезут на землю египетскую. Все было сделано, потом дальше нашествие кровососущих насекомых и всякие там мошки, пухоедов, ши, клопы. Это тоже Арон простер руку свою. Обратите внимание, не Моисей, а Арон это все делает. Странно, не правда ли? Арон простил руку свою жезлом и ударил в землю, ну и, в общем, появились все эти мошки, и, в общем, проблема началась. Как волхвы ни старались, ничего не получилось у них сделать, и фараон пообещал. Кстати, фараон обещает каждый раз отпустить иудеев, но каждый раз отказывается от слова. Ну, что он там, царь, слово дал, слово взял, моё же слово-то, да, слово царское. Дальше были пёсьи, мухи, это оводы и слепни, та же самая история. Но, интересно, они появились там, где жил фараон, а Моисей все время с Ароном приходили к фараону из своей земли. Помните, они жили в другой земле? Как они там могли строить что-то фараоновое, если они жили отдельно? Вот мне это в голову тоже не приходит. В общем, жили на своей земле, и вот эти пёсьи и мухи, там всякие блохи, и вот эта вся дрянь, там красная вода, их не касалась. У них были свои источники, у них был свой скот, всё у них было своё. Нормально рабы живут, правда, да? Вот. И каждый раз они приходили с Ароном и грозили, отпусти, вот тебе крика красная, вот тебе это, вот тебе это, вот тебе... И каждый раз фараон говорил, всё, всё, отпускаю, отпускаю. Но потом отказывался. Так, дальше был мор скота. У всех египетян вымер скот, а вот евреев он не коснулся. Ну, видите, у евреев, у рабов есть свой скот, живут замечательно, на своих домах, на отдельных территориях. Рабы, да? Рабы, прям страшное дело, рабы какие. Дальше были язвы и нарывы. После этого опять египтян это не коснулся. Египтян побило и фараона, а евреев не погибло, не коснулось. Потом был гром, молнии и огненный град, и Господь произвёл гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую, и был град, огонь между градом, град весьма сильный, ну и так далее. В общем, читать, конечно, трудновато, потому что перевод был сделан не русскими людьми, и поэтому, наверное, читаешь, думаешь, как такое можно было написать. Следующее это было нашествие саранчи. Подул сильный ветер, за ветром прилетела на Египет полчаса ранчи, сожрала всю зелень, вплоть до последней травинки, былинки на земле египетской. Дальше была необычная темнота, тьма египетская называют, Моисей простёр руку, здесь уже Моисей, да? Моисей простёр руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и ничего, никто не вставал с места своего три дня. И всех же сынов Израилю был свет в жилищах. То есть, у этих ничего не получалось, а у евреев нормально всё было хорошо. Ну и последнее – это смерть первенцев. Помните, да, что произошло? Как раз-то происходило в праздник, который сейчас называется Песах. То есть, Песах с еврейского, если я помню, это как проходящее мимо переводится. Значит, Господь явился опять к своему праведнику и сказал, будет мор, первенцы все погибнут, поэтому иудеи должны зарезать ягнёнка, кровью помазать вход в своё жилище, и тогда ангел смерти пройдёт мимо. То есть, произойдёт Песах. А вот все, у кого не будет помазано вход в жилище, то в этом случае тогда будет смерть. Что, в принципе, и произошло. Ну вот, друзья мои, что мы видим? Иудеи, рабы, живут на отдельной земле, плодородной земле. Сами возделывают её, сами пасут скот. У них есть свой скот, у них есть свои дома, их эти проблемы не касаются. У них свои колодцы, свои источники воды. Там красное всё в Ниле и в приток, а здесь нет, всё нормально, всё хорошо. Там мушки кусают, здесь не кусают. Там жабы всякие, там земноводные, а тут нет, всё нормально, хорошо. То есть, получается, что как-то не совсем всё сходится с тем, как нам описывают. А давайте попробуем рассмотреть это всё дело с точки зрения научных разборок. Вот что нам говорят научные разборки. Группа как-то европейских учёных обосновала и связала в логическую последовательность эти самые 10 казней египетских. В частности, покраснение воды – это известное явление красной приливы, которые встречаются в Египте, в Ниле. Это цветение водорослей, которое называется, сейчас попробую произнести, динофлагелят, испускающих токсины и поглощающих кислород, что вызывает смерть рыбы и массовое бегство из воды земноводных. Каждая жаба и лягушка мечет миллионы икринок. Но поскольку вся рыба сдохла, то некому пожирать эту самую жабью и лягушечью икру. Это вызывает огромный рост, скачкообразный взрывной рост популяции вот этих самых земноводных. Умирающие жабы и гниющая рыба вызывают прилёт мух, переносчиков инфекции. Мушка была точно опознана по признакам, как разновидность макрецов. Инфекционная мушка вызывает последующие казни, то есть падеж скота и язвы, опознанные как признак инфекции САП, передающиеся мухами на расстояние не более полутора километров. Помните, евреи жили отдельно, поэтому и жабы, и лягушки до них не добрались, и вода не была красная. И вот эти самые инфекции все до них не дошли. Понятно, да? То есть более полутора километров это мушки обычно не летают. Гром, молнии и огненный град, падающие с неба – это обломки какие-то и трясущие, естественно, под ногами гора или земля. Это всё указывает на вулканическую теорию. Библия прямо описывает столб дыма и огня вдалеке, до которого Моисей вёл евреев. Это исход – девятая часть, тринадцатая, девятнадцатая, двадцать четвёртая. Ну и второзаконие – первая часть. И три дня без солнца, что ещё обозначает, нужно посмотреть. Это песчаная буря. Опять же, как предполагают учёные. Это песчаная буря, продолжавшаяся не обычные один-два дня, а три дня. Причиной затяжной бури могло стать уничтожение саранчой, посевов и флоры. Ветры не сдерживались листвой, но и спокойно проходили. Или, возможно, извержение вулкана, вызывавшего климатические аномалии и вулканическую зиму. Понятно, много пепла, но далеко произошёл вулкан, поэтому пепел не как в Помпее всех придушил и волна всех не сожгла, а он так потихонечку падал и был настолько мелкий, что невозможно было там что-то видеть. Но почему и у иудеев, и у евреев в домах был свет, а у египетян нет, об этом учёные пока не сказали. Дальше. Гибель первенцев. Объясняется токсинами грибка, который расплодился в верхнем слое зерновых запасов, попавших туда из воды, ну или от экскрементов саранчи. По египетской традиции первым в семье полагалось кормить старших сыновей. И старшие сыновья получали двойную порцию. Также и питали скот в кормушке к первым, насыпали самое ценное, самое важное, их первым кормили. И вот эти старшие животные получали всё в первую очередь. Вот почему первенцы погибли. Им давали первым еду и в большом количестве, а всем оставленным давали меньше и давали во вторую часть. То есть зерно, как говорят учёные, собрали сверху отравленное, дали скрушить скоту, опять же, первенцам самым сильным и представителям семей, самым первым. Ну вот они типа того и сдохли все. Ну и умерли, если это человеки. Так, ну и что мы здесь видим? Явлеи не пострадали от этой казни, ибо селились вдали от крупных египетских городов и имели независимые пищевые запасы. К тому же они были пастухами, а не земледельцами. И значительную долю храциолина составляло не зерно, как у гегиптян, а мясо и молоко. Основывается, да, ещё обосновывается вулканическая теория схода тем, что вот всё происходящее, в частности, и покраснение воды, и вот эти вот последующие катастрофы были вызваны действием вулкана. Кстати, о покрасневшей воде Нила говорит ещё, ну вот здесь вот, который в исходе, да, говорил ещё чародей Гор, и вот здесь как рассказывается. На это ответил Егор, сын негритянки. Если меня победят, вода, которую ты станешь пить, сделается красной, как кровь, и пища, которую ты станешь есть, сделается красной, как кровь, и небо на твоей головой станет красной, как кровь. Ну вот такая вот история у нас интересная, однако, однако, если мы ещё рассмотрим версию ненаучную, а очень такую эзотерическую, которую я называю так, версия Господь-технократ, что мы можем себе представить? Ну так, чисто гипотетически, так, возможно, а вдруг, а почему бы и нет? Потому что много событий, которые наукой не объясняются, происходили в описании Ветхого Завета. Кроме огненного столба от вулкана можно рассмотреть более интересную версию «Господь-технократ». На каком-то летательном аппарате вот этот самый Господь передвигался, и аппарат был оснащён передовыми по тем временам, а может быть, даже и по современным временам технологиями. Представляете, вот здесь вот описывается, например, «Днём он шёл впереди и в столбе облачном, а ночью в столбе огненном». Это исход 13-я часть, 21-й до 2-й стих. То есть, не стоял он где-то там вдалеке, как говорят учёные, куда двигалась эта вся туристическая компания. А он шёл перед ними и стоял у них. А в местечке Мера, дальше вот ещё интересный момент, в местечке Мера вода оказалась горькой. И тогда Моисей по велению Божию Господню бросил в источник дерево, и вода стала питьевой. Вот возникает вопрос, а какое дерево он туда бросил? Может быть, под видом дерева какой-то абсорбент был туда брошен, который Господом ему был передан, там где-то сказал, вот возьми его и бросай. И вот эта вся горечь ушла, и вода стала питьевой. Дальше про запасы хлеба, которые истощались. Вот евреи стали роптать, вот у нас хлеба нет там и так далее. И вдруг вечером прилетели бесчисленные стаи перепелов. Птиц было так много, что их можно было ловить руками. Кто пригнал этих перепелов? Может быть, был какой-то манок поставлен, который человек не слышит, а птица слышит. Вот они все прилетели. Это же вполне технически все объясняется. Там спугнули, а здесь манок, но они прилетели. И вот евреи собирали этих голыми руками птичек и кушали их. А дальше наутро все пространство вокруг стада было покрыто чем-то круповидным и белым. Они спрашивали друг друга, что это, что это. И Моисей сказал, это манна. Это Господь нам посылает. Это хлеб, который Господь дал вам пищу. Причем самое интересное, нельзя эту манну было запасать. Если вы набираете, надо ее сразу было съедать. Если она к вечеру постоит, тем более к утру, она становится несъедобной. И только в один день, который, опять же, вот все у них там это обрядово тогда, то, что называется шаббат, когда нельзя ничего делать, трудиться. Только вот до этого дня было дозволено собрать больше запасов, чтобы в шаббат им ничего не делалось. То есть шабаш, ребят, все. Вот кушайте то, что вчера запасли. Вот поэтому манна переводится с еврейского как «что это». И снова у евреев не было воды для питья. И опять начался ропот. Но вот все время ропщат, ропщат, человек-то недоволен, недоволен. Тебе уже и это, и это показали. Уже тебе и так сделали, и так. Уже из рапса тебя вывели. А все ропщат. Прям беда. И был, в общем, ропот. Не было воды. И тогда повелел Господь Моисей ударить жезлом в скалу. Из скалы пошла вода, и народ утолил жажду. То есть жезл, удивительная штуковина такая, которая и в змею превращается, и пробивает, подземные источники достает, артезианские скважины делает, что угодно. То есть это технологическое какое-то, техническое оборудование, которое было получено от Господа. Значит, Господь ихний, вот этот самый Яхве, Ягова, все-таки был технократом, который перемещался на вот этом самом летательном корабле. Представляете, летательный корабль, который поднимает столько пыли, ну, когда он на землю летит, столько пыли поднимает, что самого корабля не видно. Но при этом вот видно столб, который этот вихрь образуется. Ну и в вечернее время он как огненный, ну, из него что-то выходит, там свет какой-то есть. Вот с точки зрения технократии это просто объясняется. Да и вулкан он мог, в принципе, долбануть, то тоже какую-нибудь там бомбочку заложил и в нужное время щелк. А дальше прописано, вот в такое-то время до тебя долетает пепел, вот в такое-то время до тебя долетает огонь с неба в виде камней, извержения вулкана. Потом дальше у тебя водоросли происходят, эти водоросли можно было вбросить в эту реку. Вода становится красной, лягушки, жабы дохнут, там рыба дохнет, лягушки мечтают икру, сами вылезают, заполняют все, потом дохнут они. Ну и тогда, как вот это было учеными написано. То есть все, что ученые писали, вполне возможно, так оно и было. Но я не исключаю, ну, дай так вот просто фантазирую, не исключаю того, что Господь технократ, пользуясь своими возможностями, эти события каким-то образом активировал в нужное время. И тогда вот предвестник Моисей и Арон, его брат, могли что-то такое вытворять. И это точно совпадало. А сколько же евреев вышло из Египта? Многие люди задают этот вопрос. Сколько мог весить этот самый золотой телец? Отчего вдруг так сполошился фараон? Нам источники указывают, что после годичной стоянки у священной горы евреев, способных носить оружие, способных только носить оружие, было более 600 тысяч человек, а всего народа было более 2 миллионов. Представляете? 2 миллиона человек, более, вернее так, более 2 миллионов человек, из которых 600 тысяч боевиков с оружием выдвинулись от этого места в землю обетованную. И вот еще раз, 2 миллиона человек по этой маленькой пустынке, столько долго нужно было бродить. А бродили они 40 лет. Только через 40 лет странственней новое поколение подошло к границам Ханаана, к северу от Мертвого моря, к берегу Иордана, у горы Нева. А теперь давайте посмотрим, сколько нужно было золота, чтобы создать этого телца. Ну, всем же интересно, да? Итак, представляем, что было около 2 миллионов человек, а может быть и больше. В среднем старинные украшения, вот посмотрите, украшения старинные, вот эти серьги и так далее, но явно, что больше 10 грамм они весили. Берем 10 грамм. Теперь умножаем на количество людей. Итого у нас получается около 20 тонн. От 14 до 20 тонн, а может быть и больше. Может быть и больше. Потому что не только серьги, а может быть что-то они еще сняли какие-то украшения. Что такое 20 тонн? Один кубический метр золота, чистого золота, весит примерно 19 тонн 300 килограмм. То есть почти 20 тонн. То есть получается, золотой телец, если мы не прибавляем больше вообще ничего сюда, был больше кубометра золота. Вот этого все кубометра золота на этого телца ушло. Вот таких размеров был этот самый телец. И теперь представьте, что нужно было сделать Моисею, чтобы уничтожить его, превратить в пепел. Не расплавить, а превратить в пепел. Какая должна была быть температура плавления, чтобы этого телца вот таким вот образом уничтожить, чтобы потом выбросить в воду прах. И этот прах, чтобы выпили его соплеменники. И теперь задумайтесь, а вот фараон, с чего вдруг он погнался-то за этим туристическим походом? Вот зачем ему нужны были вот эти около двух миллионов человек? Может быть, путешественники прихватили что-то еще из фараонов этой казны? Может быть. И опять же, никого ни в чем не упрекая. Я так предполагаю. Потому что вот так вот просто они это золотишко сбросились. 20 тонн золота. Значит, что-то у них там еще должно было быть. Ну и стал бы Моисей уничтожать все золото. Значит, видимо, что-то еще было. Помимо золота еще и серебро. И золото было не только на ушах. Не только на плечах. Лежало в котомочках. Поэтому не просто так фараон кинулся за ними. Вполне возможно, что что-то с собой прихватили помимо этих 20 тонн. Дальше надо вспомнить описание рабов. Ну, чтобы уж совсем так все стало хорошо на свои места. Оно, в общем-то, какое-то не рабское. Свои дома, свои хозяйства, свои стада, золото, драгоценные, учителя, вожди, оружие. Да, оружие. Они уже с оружием были в пустыне. С оружием были в пустыне. Они пришли и где-то там нашли оружие. На пояса при Первом Холокосте они повесили себе оружие. Вот я себе представляю, как же было им тяжело несчастным вот в этом всем облачении, с этим золотом, работать в этих самых каменоломнях. Страсть, как представлю. Ну, вот тут мы подошли уже к созданию нового мирового порядка и к самой инструкции. Потому как создавать себе рабов и завоевывать мир, хорошо сказанного второзаконнее, которое ученые относят к учениям Моисея в конце XIV века до н.э. Это второзаконие 15. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Синоземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе, ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на твоей земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего, и не сожми руку твоей пред нищим братом твоим. Но открой ему руку твою, и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не оказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой. Во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками, ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повереваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. То есть, твой вывод. А вывод простой. Всегда поддерживай своих, прощай своим долги, заботься о своих обездоленных. Вот так вот. Держись друг за дружку. Врагов, да, ничего им не прощай, полностью с них все взымай, а вот со своими старайся обходиться по совести. Ну, как бы сказали у нас, хотя слово совесть в иудейских писаниях редко встречается, и я как-то нашел слово совесть в переводе на русский язык, слово совесть, там у них по-другому означается. Это почечная боль, которая всю ночь мучила несчастного человека. Вот это вот было переведено на русский язык как совесть, то есть внутренние колики, которые не давали человеку спокойно жить, спокойно спать. Вот. А у нас все-таки совесть нечто другое, нежели чем внутренние почечные колики. Внутренние. И вот здесь вот поддерживай своих, иноземцев, все, полностью взымай, все, ничего не прощай, а вот со своих никогда ничего не взымай. Да, и седьмой год. Не с момента, когда ты взял, а есть календарные года, и вот седьмой год наступает, как и седьмой день недели, когда нельзя ничего делать, когда надо молиться. Этот год прощения. Вот если приближается седьмой год, ты этот седьмой год должен простить всех, отпустить с миром своих, опять же, а не чужих. Но если вдруг за один день до начала седьмого года кто-то к тебе пришел, сказал, дай в долг, то если ты следуешь заповедям Господа своего, Бога своего, а здесь говорится, Господь Бог твой, то ты обязан ему дать в долг и потом простить. Вот такая интересная ситуация здесь получается. Но в том случае, если у тебя нету, опять же, здесь такой отход, если у тебя нету дома нищего обездоленного, вот если такой нищий обездоленный у тебя уже есть, ты можешь сказать, не-не-не-не-не, я прощать не буду, у меня свой есть, я о нем забочусь, я попечитель, поэтому седьмой год пройдет, и ты мне все равно будешь должен, пока у меня обездоленный есть. Вот такая вот небольшая там присказка интересная есть. Почему я акцентирую слово Господь, запитая Бог твой? Это говорит о том, что Господь – это Господин, это должность, то есть Гой – это вышнее что-то, с чем-то под тобой находящимся. Господь – это должность. И уточнение – Бог твой. То есть это говорит о том, что были другие боги, которые для тебя не твои, и которые не господа. И поэтому все, что связано с другими богами, по велению Господа своего, Бога своего, ты должен убивать, уничтожать, разрушать, вырубать, сжигать, что угодно делать. Они для тебя не люди, они для тебя даже не рабы, они для тебя никто, даже семь их скота. Это что-то чуждое, что-то вредное, противное. Почитайте внимательно Тору и Ветхий Завет. Там неоднократно рассказывается о том, что убили хозяев скота, и скота убивайте, скот тоже убивайте. Даже вот до такого доходит. Поэтому Господь, запятая, Бог твой – это не просто так, это не игра слов. Это уточнение, что вот Он хозяин, и Он единственный твой Бог. Все остальные боги не твои. Дальше вот есть продолжение, и такая небольшая изюминка, я бы сказала в кавычках, даже по отношению к своим. Вот послушайте. Если продастся, я опять же повторю, и дальше это видно будет. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Но когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стат твоих, от гумнатова его и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой, потому что я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери приколи, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Вот это вот можно сказать по отношению и к своим же, если вдруг они вот так вот возымеют такое желание. Да, но здесь, кстати, мы можем обратить внимание на то, что славяно-русская варновость, о которой наши предки еще хорошо знали, которую применяли, она была взята другими народами на вооружение. И здесь расчетливый Господь, Бог иудейский говорит о том, что не все люди способны быть вольными, не все способны проявлять себя как человеки. И поэтому есть те, которым проще быть рабом, проще быть с мердом, с мерой тобой установленной. И поэтому, если он захочет у тебя остаться, то есть ничего не делать своим умом, не жить своим умом, а жить твоим умом, то в том случае возьмем ухо у двери, проколи и скажи, все, теперь ты мой раб навеки. И то же самое, что мужчина, что и женщина, сделай. И вот в отличие только в том, что мы, славяно-русы, зная эти особенности, никогда рабами себе никого не делали, никому ухо не пробивали у двери, а мы давали возможность даже самому-самому начальному уровню бытия развиться, чтобы потом перейти на более высокий уровень, стать более развитым. Может быть, в следующей жизни, либо в этой жизни что-то познать, общественный уровень поднять и так далее, понимание расширить. Поэтому для нас прибить ухо к двери своего родовича – это вообще нечто, выходящее за пределы разумения, понимания. Но все равно за ребенком, а смерть – это как маленький ребенок, надо ухаживать, надо ему помогать, надо становление, чтобы он проходил, обучать его и так далее. То есть ответственность за смердов у нас всегда была. И за житие, к примеру. А у иудеев тут проще. Если он не может жить самостоятельно, если он хочет быть рабом, пускай рабом остается. На веки вечные. Все, ухо проколол, все, он твой раб. Все очень просто и незатейливо. Но понимание о том, что не все люди равны, и здесь тоже говорится об этом, существовало у многих народов, а не только славяно-русов. Но отношение к людям было разное. Это очень-очень важно понимать. Дальше идет второзаконие, в котором прописаны простые бытовые инструкции жизни, гигиена. И вот я могу прочитать. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Очень простая гигиеническая инструкция, которая сводится вроде к высшему, но при этом-то посыл очень простой. И вот у меня вопрос такой. У славяна-русов всегда было такое понятие – отхожее место. Оно стояло, если во дворе, то где-нибудь на краю двора, чтобы никому не было неприятностей, чтобы в дом запах не был, чтобы там, если мухи есть, чтобы там они... И так далее и подобное. А здесь нужно было эту простую инструкцию рассказывать. О том, что не как это у себя за юртой, в кавычках, в анекдоте. Не надо вот тут прям делать-то. Где ты кушаешь и опорожняешься, испорожняешься. Инструкция о том, как соблюдать личную гигиену. Там, если внимательно еще почитать, там и говорится про то, как потом подтираться уж, извините, или если нет воды, то песком. Если вы внимательно все это прочитаете, все вот эти инструкции, гигиенические, простые, были даны. Вопрос, а что, народ-то не знал об этом? Что, столько лет он уже живет на земле и не знал, что вот так не надо делать, а надо делать вот так. Но под видом высокого, вот так вот красиво, одеты в корону, нам преподнесли, потому что Господь Бог твой ходит, и Он тебя закрывает от врагов и предает врагов руки твои. Поэтому не гадзи, чтобы не вляпался Господь. Некрасиво. Следующая инструкция говорит о том, как поступать с рабами, которые сбежали от своих господ или от своего господина. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняй его. Это как раз один из принципов нового мирового порядка. Предателей подтягивай к себе, чтобы через предателей много что выяснить, чтобы другим предателям показать, как у тебя хорошо живется, и на свою сторону больше призвать. А потом предателя ты можешь посылать в расход. Но какое-то время нужно, чтобы он жил вот так вот без притеснения, чтобы всем показать, какой ты замечательный, как с тобой хорошо. Но именно поощрение предателей это всегда считалось очень-очень таким важным. У славяно-русовов было по-другому. Если перебежчик прибегал, если он прибежал из-за страха к тебе, если он предатель, а не просто он твой единомышленник, то в этом случае к нему относились как к чему-то очень низкому, очень низменному. Его презирали, никогда ему не давали жить рядом с собой. Если это твой единомышленник, который вырвался из плена, ну, так, разведчик Штирлиц, да, вот все, надоело ему там жить, с этим Мюллером общаться, с другими. Вот он к тебе наконец-то перебрался и все рассказал. То есть он твой. Это другой разговор. А вот здесь с предателями надо поступать так, привечать его, поселить у себя, пригреть, ну и так далее. Дальше инструкция или о том, какие должны быть нравы по отношению к женщинам и к мужчинам. Не должно быть блудница из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обеду, ибо ты и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим. Ну вот здесь у меня какое-то двойственное отношение, как-то здесь все сокрыто, более такие тонкие есть моменты, которые наоборот, говоря о сегодняшнем, и после того, как и до даже вот старый завет был, Ветхий Завет, и там, не знаю, может быть, что-то исправилось у них, а потом опять по-другому пошло. Вот что скажешь? Ну, на самом деле мы можем вспомнить о том, как женщины обманывали не только чужих, и как мужчины подкладывали своих под чужих. Это же вот в Ветхом Завете присутствует, прям шаг на шаге. Но и как они своих тоже обманывали. Когда, например, там муж погибал, а она всеми правдами-неправдами залезала то под брата мужа, там не получалось, то под самого отца, и рожала ребенка, и потом говорила, ну вот и все, теперь я в твоем доме нормально буду жить, потому что вот ребенок от тебя. Ну, помните знаменитый, когда прикинулась блудницей, села у места, где блудное место было, одилась в одежды, которые не узнал отец погибшего мужа, и попросила в залог, то сказал, я тебя озолочу, все будет хорошо. Она попросила в залог его вещи. И потом, когда уже она оказалась беременна, спросили, а где же ты забеременела, кто же это мерзавец у тебя бесчестил, наш рот бесчестил, под кого ты легла, ну и там целая разборка была. Она говорит, а вот чьи это вещи, узнаете? Посох там, вот это, вот это. Ой, так это ж мое. Ну, а раз твое, значит, под кем я была? Значит, под тобой. Ну, значит, я теперь твоя жена. Вот и все. Вот такие вот обманы даже внутри. А посыл-то был хорош на самом деле, но не надо, не надо развращать ни мужчин, ни женщин, ни дочерей, ни сыновей. Надо, чтобы все было чистое. И если взял деньги с блудницей, не неси ее в храм, а если пса продал или там свинью, не неси в храм эти деньги. Ну, там эзотерические, чисто такие энергетические взгляды, правильные, в общем-то. Но к чему все привело и что есть, мы видим в этом мире немножечко по-другому. И дальше уже о том, как захватить мир. Такое начальное. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если даешь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обеда, то не будет на тебе греха. А вот тут очень интересное. Если внимательно еще разок прочитать, то мы увидим. Если ты обещал кому-то что-то, но при этом не дал обеда Господу, Богу своему, то можешь и не исполнять свои обещания. Тем более, если тот кому-то давал обещания, и народец. Обратите внимание, как себя ведут многие иудеи, иудеи, которые сидят во власти где-то там, либо управляют какими-то крупными предприятиями. И таких примеров в моей жизни достаточно большое количество. Они заключают какой-то договор. Все вроде юридически хорошо, чистенько. Но там есть какие-то моменты, которые даже опытный юрист сразу не увидит. К примеру, мы берем у тебя оборудование, причем на многие миллионы, на десятки, на сотни миллионов. Мы берем у тебя оборудование, ты за год нам его поставляешь, и после подписания акта о приемке мы выплачиваем тебе деньги. То есть мы дали тебе небольшой аванс, ну там, например, на металл, на транспортировку, а все остальное, ну там 20% был аванс, а 80% после акта приемки, подписания акта приемки. Ну все обрадовались, здорово, хорошо, отлично. А что происходит дальше? А дальше в этом договоре вроде бы нормальный пункт. Если вдруг у нас возникают какие-то противоречия, нестыковки, если вдруг мы замечаем какой-то брак в малом у этого оборудования, то вы за свой счет должны его исправить. И до тех пор, пока мы не подпишем акт об исправлении, мы не подписываем акт о приемке. Что происходит дальше? Поставили все это оборудование, в течение какого-то срока надо рассчитаться, то есть подписать акт о приемке. Вы начинаете туда звонить, приезжает ваш человек, ну все, я приехал с актом о приемке, давайте подпишемся. Что делает хитрый товарищ? Он говорит, все здорово, молодец. Ну ты знаешь, вот у этой ерундовины, вот тут тросик не такой, надо его заменить. Так, вот тут покраска мне не понравилась, вот тут какая-то содранность есть. Так, вот здесь вот стекло там с выбоинкой, с трещинкой. Тут вот, мне кажется, решетку надо покрасить другой цвет. То есть, по сути дела, когда все сдавали, этого не было. Откуда-то там трещинка появилась, вот тут там сдир на краске, тросик там и так далее. Краска не та. Этого не было. Ну почему не было? Потому что акт о приемке со всеми указаниями недочетов не был написан. Он потом всплывает, недочет. Ведь в договоре указано, в какой-то срок мы имеем право подавать претензии. И вот таким вот образом одна бригада приезжает за деньги поставщика, за ваш счет. Исправляет все. Потом появляются новые претензии. А новые претензии, это значит, все оборудование не принимается. Даже если там какая-то гаечка не в своем месте. Опять бригада поехала. Опять там целую неделю, две, три исправляет что-то. Все нормально, да, хорошо. Уезжает, новая претензия идет. И так вот они растягивают по претензиям целый-целый-целый срок момента, когда должны быть все претензии устранены и акт о приемке должен быть подписан. И получается следующее, что просрачивается, просрочивается дата, которая указана, что она должна быть стать ключевой, окончательной подписания приемки. А вот дальше-то многие юристы не обратили внимания. В том случае, если приемка не была проведена, то в этом случае тогда мы вам ничего не должны. То есть эти 80% оставшихся мы оставляем себе. Но нормальный человек, когда он читает это, говорит, ну, в принципе, все логично. Да, если мы счеты вам не поставили, если акт приемки не написан, то тогда претензии к нам. Но никто же не мог себе представить, что вот таким образом будет затягивание сдачи и приемки. Никому в голову не придется, что кто-то может придраться к тросику, к гаечке, к винтику, к не той краске и еще-то еще, не тому цвету, например, к потертости какой-то. В голову это не могло прийти. Вот нормальный человек так вот руками разу говорит, как так? А они говорят, а вот так. То есть мы не давали обет своему Господу, Богу. Мы с тобой разговариваем. Ты для нас кто? Ты чужеродный человек, ты инородица. Поэтому извини, но тут все очень просто. Мы делаем так, как у нас в уставе написано. В уставе чего? В нашей большой-большой компании, которая живет под Господом, Богом нашим, Богом Израиля. Следующая инструкция по захвату мира. Второзаконие 23. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все его заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И перейдут на тебя все благословения сие и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Ну вот здесь вообще все просто. Живи по инструкциям, будете счастья, будете все хорошо. Вообще проблем никаких нет. Главное инструкции соблюдай и обет давай только Господу. Все остальные обеты не в счет. Как это дети надо делать, так крестиком пальчики сгибают, говорят, а я в карманах эти крестики держал, значит, никакого обещания не давал. Вот это из этой же серии. И вот дальше продолжение инструкции. Здесь уже такие главные глобальные инструкции. Паразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословения в жилищах твоих и во всяком деле рук твоих. И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями его. И увидит все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во все время свое. И чтобы благословять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь головою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь попиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедуют дать вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Вот опять же здесь говорится о других богах. О других богах! Ну вот услышьте вы, наконец-то. Были боги, которые создали всю эту землю, создали все эти вселенные, создали все эти миры. И вот этот богоборец восстал против богов, о чем уже говорилось в предыдущих моих семинарах. И он, чтобы доказать свою значимость, создал для себя рабов из праха земного, взяв основы генетические у тех людей и человеков, которые были наследниками богов по роду и по состоянию, по укладам жизни. И создав себе рабов, он стал увеличивать это племя для того, чтобы захватить всю землю, и чтобы эти рабы ему служили, а остальных уничтожить, кто не был бы согласен. Чтобы восхваляли его на этой земле и на других землях, до которых он добрался. А земли – это не только то, что на нашем шарике, а то, что за пределами находится. И вот через это он пытался возвыситься, подняться. Вот имя ему изначальное было Сатанаил. Сатана Ил – сын бога. Сатанаэль, еще так говорят. А Яхва – это уже тот, кто последователь, тот, который одно из воплощений, можно сказать, один из последователей, служителей. Так же, как и Саваоф – это должность того же самого Яхва. Саваоф – это предводитель воинства Израиля небесного. Изначально так оно было. А в христианстве оно стало немножко по-другому произноситься. Но суть-то в том, что если ты исполняешь заповеди своего Господа, запятая, Бога, то в этом случае тогда все у тебя будет хорошо. А вот если не исполняешь, тогда будут проблемы. И нельзя служить другим богам. Нельзя, потому что тебя создавали не для того, чтобы ты другим служил, а для того, чтобы ты возвышал и восхвалял меня, только одного меня, Господа Бога. Все. Вот в чем суть этого всего. Вот в чем суть вот этого самого завета, вот этого самого мирового порядка. Вот для чего все делается. Вот почему уничтожаются другие народы голодом, какими-то там болезнями, войнами, друг с дружкой причем. Вот почему и для чего. Услышьте вы. И Бог Израиля – это не Бог всех людей. Это Бог конкретных богоборцев, которых когда-то Он создал, которые Ему должны служить бесприкосновенно. А те, кто не согласен, тех в Холокост, как это было сделано Моисеем, в первой же, когда они себя как-то проявили не так, в первом же случае. Вот поймите вы это. И когда вы славите Господа Израиля, это означает, что вы отторгаете тех родовых, родных богов, которые создавали здесь все, и куда Бог Израиля пришел для того, чтобы захватить все и возвыситься над всеми. Вот это нужно, чтобы вы поняли, в конце концов, не поймете, так и будете уничтожены, так и будете склавлять того, кто вас уничтожает, потому что вы Ему неинтересны. К Нему приблизятся только из 12 колен дома Израилева, у кого печати стоят на лбу, там Моисеева, там Иудова, еще кого-то, еще кого-то. Вот они приблизятся в белых одеждах. А все остальные народы будут смотреть на это происходящее, и их себе Господь не приблизит, они для него расходный материал. Почитайте, что в апокалипсисе написано, внимательно только прочитайте, без этих шор, которые вам кто-то рассказал и показал. Внимательно прочтите, и многое станет из своей места. И здесь же, кстати, говорится про судей, про тех, кто будут творить суды. Если вы Коран прочитаете внимательно, очень интересная священная книга, замечательная книга, прям инструкция книга, там написано, кто являются судьями. Судьями могут являться только иудеи, только иудеи. Внимательно прочтите, а не просто так, читаю, потому что мне нравится. Да, Коран красиво написан, ничего не скажешь. Замечательная книга. Но вы внимательно читайте. Поэтому, когда будет кто-то там кидаться, что я что-то извращаю, вы сначала внимательно изучите, а потом мне говорите, где чего извратил. Там написано, кто может быть судьями над другими народами. И здесь же вот в Ветхом Завете и в Торе все указано, кто будет судить. Вы будете, которые не хвостом, а шеей вас поднимают. Для чего? Чтобы все остальные вы накрыли. Чтобы создали вот эту пирамидку сатурным глазом. Чтобы всех остальных покорили. Чтобы все другие боги выкинуты были из памяти. Чтобы не было ничего родового. А было только Господня, Его, Сатанаила, Яхва и Ягова. А вот дальше по продолжению. Если же наставление и выполнение инструкции, чем это карается, если их выполнять не будешь? Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все Его заповеди и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сие и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле. И далее проклятия распространяются до 68 строки. То есть будет перечислено все, чем будет наказан тот, который не исполняет заповеди. Я хочу здесь дополнить. Очень интересно. Если мы внимательно почитаем, значит, смотрите, 14 стихов здесь, 14 строк – это о том, как себя вести. А с 15 до 68 – это проклятие. Представляете, да? 14 строк. И дальше с 15 до 68 – это проклятие. И они написаны, если вы внимательно прочитаете. И будешь проклят ты тогда-то, и будет у тебя проклято это. Это как заговор какой-то, заговор проклятия. Когда вы читаете, вы понимаете, что это заговор, установка НЛП и установка энергетическое проклятие. Вот почему многим людям, которые погружаются в это, невозможно переключиться на нормальное. Потому что стоит ключ закрытый. Там еще в конце, как это, аминь слово произнести, да? Слово моё крепко, там, под камнем белгорючь, там, ну, как это, да? Вот когда заклятие читают какие-то заговоры. И вообще все станет на свои места. Вот это как раз, вот это все. Это заклятие о том, что будь рабом, служи мне, и у тебя все будет хорошо. А если не будешь служить, то у тебя все будет плохо. И дальше проклятие, 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 проклятие. Вот так вот. Ну и в заключение, может быть, там затронем уже Исайя, 60-е творение его. О чем говорится здесь? Если ты будешь служить Господу Богу твоему и исполнять все его инструкции, то тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и царе их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благословении моем буду милостив к тебе, и будут всегда отверстия врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были царей их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Вы теперь понимаете, почему славяно-русы и породненные, побратимые, неугодны сатанистам? Потому что все от сатанаила идет. Потому что мы не покорились, потому что у нас своя культура, у нас свое мировоззрение, у нас своя генетическая память, в конце концов, у нас свои боги родовые. Мы для них как козь в горле. Мы не можем покориться, поэтому, если, как написано в 12 стихе, 12 строке, если мы не захотим служить тебе, то погибнем. Что сейчас и происходит? И такие народы совершенно истребятся. Не написано будут истреблены. Истребятся. Что такое истребиться? Это самого себя истребить. Удариться. Ударить себя. Понимаете? Оскорбиться. Оскорбить себя. Истребиться. Истребить себя. Вот что сейчас происходит. Но неужели вы этого не видите? Но неужели вам это непонятно? Что все идет по начертанному плану многотысячелетней давности, который накапливался и дополнялся по мере необходимости, и который уже конкретно, конкретными кланами в жизни проявляется? Ну, неужели это еще вам непонятно? Что это как раз инструкция по захвату мира, которая в полной мере воплощена. И не надо какие-то там заговоры придумывать. Не надо план Далласа какой-то читать, Джезинского или еще кого-то, Хьюстонский проект или еще какой-то. Просто прочтите вот это внимательно. И там сказано, что будет с вами происходить, если вы не покоритесь. Но самое главное, что там указывается, что есть другие боги, есть другая культура, есть то, что противоречит ему, противоречит его взглядам, его укладам и взглядам его служителей. Это означает, что не все потеряно. И вот что теперь дальше делать, нам надо вместе с вами подумать. Потому что просто так вот об этом говорить, смысла бы не было. Что, пугать вас в очередной раз? Я думаю, надо нам подойти к тому, что уже делать. Знаешь, еще были такие вопросы в комментариях под теми видео, где я говорю об иудеях, кто там боги и так далее. Вопросы такие. Почему те, кто вещает в ТикТоке, как правило, на земле и вообще физически не работают? И почему должно отвечать правительство, в частности фараон, если народ эффективно не работает? А если работает, то в холостую. Наверное, человек плохо в этом в чем-то разбирался, а сейчас будет получше разбираться. А если говорить о сегодняшнем времени, то те, кто сейчас в ТикТоке, они на земле не работают, и они, мне кажется, и вообще не работают. Они работают как блогеры, или у них зашорены тоже глаза, и они не понимают вообще, в чем они находятся. Когда, например, кто-то находится у власти, они уже этой властью таким образом как одели на себя какую-то вуаль, и уже только там крутятся. А вот почему не работают люди сейчас эффективно? Ну, наверное, потому что им за многие годы, в частности, особенно за последние, вообще отучили работать руками и головой тоже. И, соответственно, если у тебя ни руки, ни ноги, ни голова не работают, то ты становишься, ну, кем? Не нужным вообще обществу, тех, которых нужно кормить и поить, и все остальное. Потому что если ты хочешь каким-то образом прозябать, то ты ничего не делаешь. Если ты хочешь все-таки получать какие-то блага в этой жизни, то нужно делать и работать и головой, и руками, и немножечко еще думать и о будущем. Вот что скажешь? Этот человек хотел как-то на нас перевести стрелку, что типа мы тиктокеры, но мы не тиктокеры. В тиктоке, насколько я помню, нас вообще нет. Мы даже не блогеры. Народное славянское радио – это средство массовой информации всех честных людей. Всех честных людей, у которых образ вот этого нормального честного отношения к природе, к жизни, к наследию предков сохранился. И кто понимает, что дальше так жить нельзя, что дальше крах, дальше уничтожение, причем всех. Для сатанаила на самом деле, если так разобраться внимательно, все люди, и даже те, которых он создал, и те, которые смешались, и те, которые последователи, это расходный материал. Ну, фильм посмотреть, как бандюки себя ведут. Это расходный материал. Поэтому миллионы больше, миллион меньше. Для него это вообще проблемы нет. Можно заселить эту землю заново. Его задача – показать всем остальным, что люди сами себя уничтожают, что сами занимаются ерундой. Он же никого не заставляет стрелять в брата. Понимаете? Создаются условия, где ты можешь выбрать – стрелять в брата, не стрелять в брата. Выбрать какого-то идиота, либо не выбрать какого-то идиота. Влить в себя что-то, либо не влить в себя что-то. Ну, я имею в виду не только жижу какую-то, которую вкалывают, но и то, что там алкоголь, наркотики и так далее. Понимаете, он говорит, ну, не я же заливаю-то. Ну, не я же заставляю стрелять-то. Ну, не я же заставляю там кому-то бучу поднимать. Ну, они же сами поднимают. Я только проверяю их. И он прав. И он прав. И он, и его сподручные только проверяют нас. Они подводят нас к чему-то и говорят, ну что, выбирай. А дальше вот твое нутро вот это звериное сработает, не сработает. Ну, здесь же попроще, наверное. Так же вкуснее, так же мягче, так же лучше. Я же тут хваленый буду, а тут трудиться надо. Поэтому многие тиктокеры вот эти, кое-какеры, они предпочитают заниматься какой-либо ерундой, хоть задницу свою показывать, хоть там еще чего. Лишь бы только при просмотре и с этого капли деньги. Ну, больше же ничего не надо делать. Ну, зачем трудиться-то? Ну, зачем идти в поле трудиться? А по поводу, почему не отвечает правительство, и в частности фараон, это опять же вот и к тому нас справляет. Но если они не трудились, то почему должны им бесплатно давать? Ответ уже был дан. Они трудились, очень серьезно трудились. И фараон собрал все необходимое, вернее, не он, а Иосиф собрал все необходимое. Пятую часть брал от того, что они натрудились. Пятую, бесплатно. Это что, плохо трудились, что ли, что бесчетное количество стало всего. Они очень хорошо трудились на своих землях. Поэтому вот эти глупости сюда не пишите. И фараон, если отвечает свой народ, он обязан был через МЧС своих людей во время голода поддержать, во время пожара восстановить что-то, во время наводнения защитить и так далее и тому подобное. Вот что он должен был делать. Но поскольку там был Господь, который затмил глаза, и был Иосиф, который делал то, что говорил Господь, то там не бесплатно раздавали, а раздавали с целью порабощения. То же самое здесь. Обратите внимание. Многое то, что было сделано в Советском Союзе, трудные времена, через немогу, через кровь, через пот, через страдания, до сих пор еще многое сохранилось. То вооружение, которое сейчас есть, было заложено еще в Советском Союзе. Те открытия, которые сейчас начинают применяться, они были тогда еще заложены. Вот такое наследие было тогда сделано. Поэтому правительство должно отвечать. Если оно настоящее, правительство человеческое ради человеков. А если это какой-то разум у них замутненный, если какой-то там Иосиф руководит, то тогда, естественно, за кого отвечать надо. Тогда такие вопросы. А кто за кого должен вообще переживать? Кто должен кому-то что-то дать? Ну, бог с вами. Ну, капитализм на улице. Плохо работаешь. А то, что человека в быдло сначала превратили, то, что сначала разрушили заводы, фабрики, колхозы и прочее, где человек трудился, и где чувствовал себя в достатке, и получал то, что необходимо, и была у него стабильность. Когда-то все уничтожили. Человек, куда было идти? Ну, куда? Вы дали ваучеры. Эти ваучеры можешь пропить, можешь вложить. Куда вложить, непонятно. Давай лучше пропи или продай. Вот и вся любовь. И вы после этого смеете обвинять простых людей, которые были выброшены на улицу, что они тунеядцы, которым вместо нормальной жизни дали это «возьми от жизни все, помри молодым, вот тебе наркотик, вот тебе водка, вот тебе табак и так далее», которых послали в Турцию, а потом в Китай челноками быть, а потом крупные корпорации все стали завозить, и челноки стали не нужны. Вы в этом обвиняете людей, что ли? Так этим правительство должно заниматься. Заботиться о трудовых местах, создавать трудовые места, подготавливать кадры. А у нас кадры как подготавливаются? Обратите на это внимание. Не с точки зрения, что нужны вот эти люди, которые умеют работать со станками, а с точки зрения института, престиж. Кто из вас работает по специальности? Я такие вопросы часто задаю. Но если из зала 100 человек поднимают руку двое-трое, это нормально считается. А остальные 97, 95, 98, где их дипломы лежат? Чем они занимаются? Для чего они в институт-то ходили? Для чего они эти места-то занимали? Поэтому вопрос не к простому человеку, в первую очередь, а к правительству. Если уж на то пошло, раз у правительства упомянули. Параона. Почему он это все не создает? Почему он не заботится? А вот к простому человеку вопрос, а чего вы все это терпите-то? Почему вы не создадите свой третий уровень экономики, о котором говорилось? Почему вы не создадите свою экономическую вот эту зону, не начнете себя обеспечивать, пункты выдачи, совместные закупки и так далее и тому подобное? О чем тоже уже недократно говорилось. Поэтому перестаньте мне кидать там реплики. Алексей, ты ничего не сказал, что нам делать? Да уже говорилось много раз. Вы просто не слушаете это. В чем моя вина? Если мы это записали, а вы не слушаете, нас укоряете в том, что мы ничего не сказали. Это то же самое. Вы заткнули уши, вам что-то сказали, а потом крыли. А что ты говорил? Что ты ничего не сказал? Ну, дурачками-то не надо быть. Если уж вы задаете серьезные вопросы, как жить, так поищите эти материалы. Они есть. Если там не нашли, напишите. Я не нашел. Я хочу узнать об этом, об этом. И я специально для вас со своими соратниками проведу семинар, встречу, круглый стол, эфир, что угодно. Мы вам дадим информацию, как жить. Без крови, без потрясений, без развала страны, а с усилениями. Что, в принципе, должно быть очень полезно правительству. Очень должно быть полезно правительству. То есть мы не разрушители. Мы державники. Мы укрепители. Мы за народ радеем. За всех, кто живет на нашей земле. И даже за пределами России, кто живет. Чтобы не было войн. Чтобы не гибли наши люди. Значит, что нужно сделать? Вот мир на тех землях. Значит, нужно создать условия не только в России, но и за рубежом, по всему миру. Вот что нужно сделать? Мы родители ради рода. Мы родолюбы. Мы человека любом. Мы природосообразники. Мы за державу. Поэтому вот эти всякие глупости нам не приклеивайте. Какую-то ерунду. Ой, ну давайте теперь к выводам уже переведем. Что нам необходимо сделать? Ну, для начала понять и принять. Нам необходимо понять и принять, что мы являемся потомками великомудрых богов и предков. И обязаны мы и должны жить по совести в аду с природой, святочтя заветы и уклады наших великомудрых пращеров, оставивших нам наследство, нашу землю. Живя в своей родовой традиции, исполняя древние заветы, совместно творящие единый достаток, мы становимся непобедимы и вечны. Ибо эти заветы от наших родных родовых богов, сотворявших весь мир и заселивших его. Найдется ли тот безумец, кто станет против нас и богов наших? И главное, что нужно понимать, мы наследники богов, их внуки, их дети, их правнуки. А это значит, что не гоже нам ждать, как убогим и сирам, милостыню свыше. Ибо известно издревле, боги помогают творящим добро и неждущим добра. Боги на стороне сильных и смелых. Будь достоин божественного рода, будь хозяином своей земли, а не падалью на земле. Помни, кто ты и кто твои предки. Народы забывают иногда о своих национальных задачах. Но такие народы гибнут, они превращаются в навоз, в удобрения, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. Это сказал Петр Аркадьевич Столыпин. Обратите внимание, я еще раз хочу подчеркнуть, что те, кто творят добро, они ждут добро, получают поддержку от своих родных богов. Ибо ждущие добро творят зло, творят глупости, из глупости вырастает мерзость всякая. Поэтому только творящим добро, сильным духом, сильным телом и сильным разумом наши боги помогают. Поэтому я желаю всем здравомыслия и добра. Быть добру. А в свое время я хочу сказать, что у нас был семинар «Ответы на вопросы. Как захватить мир? Инструкция. Новый мировой порядок». Алексей Орлов. А в свое время я хочу сказать, что будьте друзья, чисты в помыслах и деяниях. Возрождайте свою культуру, храните и развивайте традиции, которые помогают вам стать и быть сильными и телом, и духом. И от всего сердца благодарим вас, дорогие наши слушатели и зрители нашего радио, которые выбрали нас и помогают нам. Благодаря вашей поддержке мы трудимся для вас. Всего вам доброго. До встречи. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку подписаться и обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт славрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Субтитры создавал DimaTorzok